Ну что? Так, вас почему-то стало больше. Не удивитесь. Я не понял. Я, если честно, думал после обеда увидеть меньше, вас стало больше. Как-то странно. Ну что, друзья, как информация? Переварилась? А пища переваривается? Давайте так. Давайте с вами немного начнем включать голову. Давайте по три вещи, которые вы вынесли с сегодняшней первой части, которая вас больше всего цепанула. Это не важно совершенно. Это может быть информация, это может быть мотивация, это может быть анекдот, это может быть хоть что. Давайте, три вещи. Появилась цель «надо», появилось четкое видение, как я хочу развивать бизнес, и появилось понимание своей миссии. Серьезно. Давайте поаплодируем. Здорово. Еще. Давайте, три вещи. Ну давайте, кто у нас, если кто-то есть громогласный, без микрофона можно сказать. Давайте, только по руке. Нет, вставайте, вставайте. Ага. Действовать надо. Одни в словах. Еще две. Действовать, действовать, действовать. Хорошо, действовать, действовать. Отлично. Еще кто? Давайте, включаем голову. Я как-нибудь в вашей маме. Кто? Погромче. Работа с ключевой командой, система созвона, система контроля. Работа с ключевой командой, система созвона, система контроля. Еще кто? Пронять до души. Три вещи. Поднимайте руку, вставайте и говорите громко. Пронять до души человека, с которым я душу. Так, отлично. Еще две. Я имею право спросить человека, которого вкладываются в головы. Я имею право спросить человека, то есть наше сотрудничество это договор. Отлично. Еще кто? Арифлейм это серьезно. Здорово. Давать полную информацию. Отлично. Еще кто что вынес, что для себя зацепило? Сравнение бизнеса традиционного и крутого бизнеса, бизнеса Арифлейм, дохода. Сравнение традиционного бизнеса с бизнесом Арифлейм именно по доходам. Еще? Как рекрутирует мужа? Так-то мы, собственно, много про это не говорили, но видно какие-то мысли возникли. Хорошо, здорово. Ну хорошо, давайте. Включились, поехали дальше. Теплый рынок. Теплый рынок. Вопрос такой интересный. Вопрос такой интересный. Почему он стал интересным? Вы знаете, лет пять назад это был бы совершенно неинтересный вопрос. Почему? Другого не было, и все так работали. Почему сейчас этот вопрос интересный? Потому что все ломанулись онлайн. Онлайн. Все побежали туда. И вот сейчас этот вопрос стал, потому что есть организации, которые полностью зациклены на бизнес, построенный через онлайн. Есть горе-лидеры, которые в своих постах рекламных, в интернете, на своих страничках пишут что-то типа «У нас ничего не надо делать». Ну, это знаете, это же как маразм крепчал, то есть как обычно это... Сначала пишут люди «Нераспространение». Потом «Коп, все написали нераспространение». Ему кажется, блин, мой пост ничем не выделяется. Он пишет «Нераспространение, не каталоги». Потом все начали через день писать «Нераспространение, не каталоги». Он думает «Так, что же нужно вам? Нераспространение, не каталоги, не продажи». И потом вот это вот все. И мы дошли до того, что у некоторых и работать не надо. Нужно просто зарегистрироваться в их замечательную команду или какой-то проект с каким-то там финтибоберным названием. И деньги уже будут вам течь. Ой, поэтому вопрос этот сейчас актуальный. Следующий слайд. Вопрос этот сейчас актуальный. И давайте мы с вами немножко глобализируем сначала. Всегда в нашей жизни, в нашем бизнесе есть какие-то временные, есть какие-то постоянные вещи. У кого была такая штука? Была. У кого сейчас есть? Нету пейджера. Понимаете? А когда-то он был. А когда-то это считалось круто. Когда-то были вот такие кассеты. А, ну да, они сейчас есть у кого-то, наверное, кто застрял во времени. Знаете, там же, когда перематываешь, головка у магнитофона считывающая тоже портилась немножко. Вот. Кто постарше кивает. Поэтому как мы перематывали? Ну, правильно. Все, перемотал на начало. А когда кто-то перемотал, ну что мне порт, мне головку. Да, я перемотаю. Так, перемотали. Ставили. Сейчас половина зала даже не улыбнулась. Они не понимают, что это такое, как перематывали. То есть это у нас получается временно. Есть у нас певцы. Кто-то знает песню, как называется, как он поет? Ау. Все-таки кто-то знает. Ой, блин, как нам культуру в Арифлейме надо поднимать. Ё-моё. В инстаграме. Ну, вы в инстаграме. Ну, ладно, ну, все, отмазалась. Хорошо. Ну, давайте так. А кто-то через 30 лет вспомнит песню? Нет. Не вспомнит. А вот на той стороне, вот там вот песня есть, которую все сейчас знают по первым аккордам. Лунная соната. А когда ее написали? Прошло уже 20 лет? Да. А 50, а 100 прошло. Понимаете? Понимаете, о чем я? Всегда есть что-то временное, что-то постоянное. Когда-то в сетевом бизнесе был такой популярный метод рассылка видеокассет с короткой 40-минутной презентацией. Ну, это очень давно. Я этого не застал. Я про это читал. Я смотрел тренинги на эту тему. Когда люди записывали по 20-30 видеокассет. Таких ВХС. Помните такие кассеты? Да. Видеомактофоны тоже. Видеомактофоны-то вы помните. И раздавали или рассылали эти кассеты. Вы на дисках раздавали? Потом. Потом мы раздавали это на дисках. И это уже я застал. И у меня тоже было 10 дисков. Всегда в папочке моей лежала. Там полуторачасовая презентация. Сейчас в наше время люди втыкают на Ютубе какое-то видео. И если за полторы минуты оно их не зацепило, они его выключают. Я даже не могу представить, что может их заставить взять диск от вас. Прийти домой, ставить его. И полтора часа просидеть, послушать какого-то мужика или женщину, которые что-то там рассказывают. Раньше, да, это было возможно. Потому что нигде не было этого. И ты смотрел это как на откровение. Сейчас вы включаете Ютуб. И что? И эти умные, да, мужики и женщины на каждом углу. Как собак нерезанных. Накопили на галстук с пиджаком, сели и начали, извините меня, умника наворачивать. Не имея ничего за душой. Каждый сейчас. Знаете как? Не умеешь работать, иди учить людей. Не умеешь учить людей, иди пиши книги. Поэтому сейчас вот таких вот мастеров очень много. И никто вашу кассету смотреть не будет. Времена меняются. Давай, Володь. Времена меняются. И мы с вами начинаем разбивку с постоянных и меняющихся методов. Так вот. И к нашим неизменным методам относятся теплый рынок. Теплый рынок. Еще до того, как всех охватила онлайн-истерия, мы с Ириной очень четко, ежедневно, и в команде, и не в команде, везде говорили, что лидер будущего. Сетевик будущего. Топ-лидер сетевой компании, которая зарабатывает много денег. Это только человек, который миксует оффлайн и онлайн методы работы. Который одинаково профессионален в обоих. Поэтому, убирая теплый рынок из своей работы и оставляя только онлайн, вы ходите по, извините меня, офигенно хрупкому льду, друзья мои. Почему? Потому что вы делаете ставку на одно число только. А если не сыграет? Кто рекрутировал через онлайн два года назад? Поднимите руку. Ну или пробовал, или знает как это. Два года назад. Были отличия, чем сегодня? Проще было, да? Или сложнее? Ну отличия были. Проще или сложнее? Не судить нам, да? Ну смотрите, когда все началось только, можно было сесть на одноклассники и отправлять столько спамовых сообщений, сколько у вас выдержит ваша психика. А потом этого не стало. Да? Да. И как бы оп! И вроде бы привычный метод рекрутинга вам кто-то перекрыл. Понимаете? Нельзя ставить ваш бизнес в зависимость от модератора одноклассников. Вы же понимаете, какой уже поток там создали наши и не наши. Они, мы просто, они же не будут это долго терпеть. Они создали сеть одноклассники ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, для того, чтобы зарабатывать деньги самим. А тут вы, простите, в медицине это называется паразитизм, ничего не давая этой сети взамен, делаете свой бизнес на их основе. Естественно, это будет постоянная война. Естественно. Как знаете, как вирусы пишут и антивирусы пишут. И вот никто никогда не победит. Поэтому, если вы поставили ставку на одно число, то, может, это очень интересно получится. Все меняется в этом плане. И мы тоже изменяемся вместе с рынком. Но есть у нас неизменный инструмент. Это теплый рынок. Так давайте пользоваться тем, что работает всегда, и следить за тем, что меняется. Раньше фотография, выложенная там в социальные сети, ой, я на пляже, а мой бизнес сам идет в ноутбуке. Она могла собрать там кучу лайков, и кучу людей начинали писать, как, как твой бизнес идет, а ты на пляже лежишь. Сейчас каждый на пляже, а у него самого бизнес сам идет. Человек только пришел в Арифлейм, он еще там на нуле процентов, он нашел какую-то фотку на пляже. И вот я на пляже, а мой бизнес идет, и у меня уже бабки. Дай, спонсор, дай распечатку, покажу, какие у меня бабки. Понимаете, сейчас каждая собака не резана, это все размещать. Это уже потеряло актуальность. Ой, веду бизнес, и сама вот такая красивая, иду из спа-салона, а бизнес сам там делается. Все, через две минуты все идут из спа-салона, а бизнес сам делается. То есть эти методы, они постепенно затираются. Но находятся новые, это нормально, это нормальный процесс, находятся новые. Но есть те, которые работают всегда, и будут работать всегда. Понимаете, раньше была голубиная почта, но люди в этот момент сидели и чай пили, в гостях друг у друга. До этого были, я не знаю, что там было, на стрелах послания передавали. Но люди сидели и пили чай друг у друга в гостях. Потом появилась почта России. Ну, собственно, мне кажется, голубиная и то быстрее почта, чем почта России. Сейчас появилась электронная почта, но мы по-прежнему сидим и чай пьем. Сегодня нам на обеде чая не налили, я так расстроился вообще. Чай, так чай хотел пить. Понимаете, мы сидим, прошло уже там 200 лет, мы сидим, чай пьем. Потом не будет интернета, нам какие-нибудь импланты вживят. И мы будем просто ходить, а у нас интернет перед глазами будет. Но мы будем все равно сидеть и чай пить. Поэтому этот метод будет работать всегда. Нужно держать и ухо в астро по курсу рынка. И всегда работать тем методом, который работал, работает и будет работать. Теплый рынок и активные контакты. Ну, давайте не будем так сильно подробно, да. Тут, наверное, вы профессионально меняете, это каталоги, визитки, да. И наши меняющиеся контакты. Этот мы с вами уже немножко обговорили. Давай, Володь, дальше. Поэтому, когда приходит какой-то метод, поэтому, когда приходит какой-то метод, вам не стоит раскачивать лодку. Как капитаном своего корабля. Здесь есть две причины. И первое. Ваши люди видят, что вы не уверены. А если капитан сомневается, то команда начинает сомневаться в 10 раз сильнее. Понимаете? Когда вы пришли, так, ну что, погнали по теплому. Потом приходит новый, так, нет, стоп. Нет, стоп, команда, общий сбор. Все, идем на промостойку. Все на промостойку идут. Все, это не работает. Все побежали на промостойку. Так, прошло еще полгода. Нет, промостойка не работает. Все бежим. Куда вы потом бегали там? В онлайн побежали. Нет, онлайн не работает. Одноклассники не работают. Все бежим в Instagram. Понимаете, и вот этим вот вы просто раскачиваете лодку вашего бизнеса. Работает все. Вам нужно быть постоянно постоянным. Это очень важно. Поэтому определитесь, выберите тот метод, который вам комфортен как основной. И ориентируйтесь во всем остальном, чтобы вы могли предоставить любому человеку, который пришел, определенные возможности здесь заработать. О чем я говорю? Представляете, к вам приходит на презентацию группа студентов, а вы заточены только под wellness. Насколько сложно это будет, да? Если это молодняк пришел, и вы говорите, ты знаешь, тебе нужно задуматься о холестерине в крови. Он там только что гамбургер отзаточил, там, ягуар отзапил, и вечером в клуб пойдет, понимаете? Он не будет думать о холестерине в крови. Поэтому вы ему говорите, у тебя есть смартфон? Есть. О, так у тебя получится делать бизнес. Отлично, все, он радостный. Ситуация номер два. У вас пришли, там, взрослое поколение. Девочки, там, 55+, да? Сидят в офисе. И вы им говорите, так, давайте я вам по ватсапу сейчас скину. И они думают, куда скинет? Чего он скинет мне? Зачем этот ватсап он мне будет скидывать откуда-то? Вы понимаете? Ну, все здесь, другой расклад. Здесь нужно сказать, давай, собирай своих девчонок. Мы придем, поставим самовар, поставим пирожков, проведем, забабахаем презентацию, и они начнут дублицировать с удовольствием. У нас есть такой российский боец, микс-файп, Федор Емельяненко. Может быть, знаете, может быть, видели. Наверное, мужчины меня сейчас больше поймут. И он очень хороший как ударник, так и борец. И когда противники выходят против него, они выходят, обычно же, борзые, да? Да я тебя порву, да кто ты такой? Вот, и они начинают с ним боксоваться, получают первый сильный удар, так сказать, в глаз или в ухо, понимают, что это очень больно, что они не хотят второй раз этот удар получать. Думают, сейчас я его быстренько заборю, падают, начинают бороться, и понимают, что им или руку, или ногу открутили. Это тоже очень больно им. И им это неприятно становится. И они встают перед ним и смотрят, и не знают, что делать. Вот очень часто я смотрю за его боями, и люди, которые против него стоят, просто растерянны. Люди, которые там 20 лет занимаются там единоборствами, они не знают, что делать. Если вы будете и здесь, и здесь профессионалы, никогда с вами в бизнесе ничего не случится. Поэтому я пришел онлайн, пожалуйста, садись, расскажу. А я хочу через Wellness, садись, расскажу, как через Wellness. А я хочу рекрутировать только по теплому, не хочу в онлайн глаза портить. Отлично, садись по теплому научу. Вы должны основные методики знать, владеть, и иметь возможность передать их своим людям. Окей? Договорились? Давай дальше, Бог. Поэтому у нас с вами есть по большому счету такие деления проведем. Что же нам нужно освоить и наших людей быстрее к этому обучить? Рекрутинг. Теплый, холодный, через онлайн. Давайте так по-крупному поделим. Теплый рынок, работа с нашими знакомыми. Самый лучший вариант рекрутирования, который я вижу на сегодняшний день. Как мы этих людей найдем? Через Одноклассники, через Контакт, это уже не важно. Но это самый эффективный и быстрый вариант, короткий и быстрый путь к вашей цели. Да, это может быть через онлайн. Эти люди могут найтись. Которые разъехались, которых вы, знаете, не видели какое-то время. Они в каком-то другом городе. Могут быть ваши знакомые. Холодный рынок. Опять же, активные контакты, визитки, я не знаю, там все что угодно. Но здесь тоже много очень школ, как по холодному рынку развиваться. И давайте рынок онлайн выделим отдельно. И вот здесь вот нужно разделить этот рекрутинг тоже на две части. Это, ну, давайте так скажем, тактический и стратегический. То есть тактический это тот вид рекрутинга, который даст вам регистрацию прямо сейчас. Что это такое, как думаете? Давайте с вами диалог немного составим. Скайп собеседование. Скайп собеседование? Ну, давайте так. Откуда этот человек на скайп к вам вышел? Вопрос от сети. Вопрос от сети. Вопрос от сети. Какой-то отклик. Спам. Какой-то отклик. Спам. Да, смотрите, спам, спам, спам. Спам под запретом. Я никогда этим не занимаюсь. Я никогда этому не учу людей. Я думаю, что есть люди, которые в нашей команде занимаются этим, да? Огромную команду невозможно проконтролировать. Но когда я узнаю, что кто-то из тех, с кем я сейчас работаю, плотно этим занимается, я пишу вот такое матершинное письмо, чтобы он этого больше никогда не делал. Спам, спам это, знаете, как вот, это быстро, наверное, прямо сейчас, но потом будет хуже. Вот так вот. То есть, вот смотрите, вот здесь вот ездит, здесь постоянно ездит возле отеля новая Вольва XC90, свеженькая, прям очень. Да, то есть, она стоит там, может быть, 4 миллиона, да? То есть, мы сейчас можем с крепкими мужиками собраться, пойти ее отжать и продать. Понимаете? Быстро деньги. Мужики здесь сидят, здоровые. Деньги быстро. За 2 ее перекупщики-бандиты заберут. То есть, 2 миллиона за вечер. Быстро, но потом будет плохо. Понимаете? И так же спам. Вы можете очень быстро получить какую-то регистрацию. А теперь подумайте, какого уровня человек на вас клюнет, зная, что ему нужно будет это повторять? Какого уровня? А теперь подумайте, какого уровня вам нужны люди, чтобы они стали бриллиантами? Ведь мы же хотим свою команду сделать бриллиантовой. У нас цель 12 бриллиантовых веток серены в первом уровне. Соответственно, чтобы человек стал бриллиантом, он нужен очень-очень... Он должен быть интеллектуальным, он должен быть честным, он должен быть порядочным. Спам рушит все вот эти принципы. Для спама нужен глупый, неответственный, непорядочный. Потому что это такой метод. Понимаете, спам это впихивание людям того, что им не нужно. Это впихивание людям того, что они не просили. Именно от этого возник имидж сетевика. Когда сетевик идет по одной стороне дороги, люди переходят на другую. Из-за чего? Да из-за того, что вы лезете к тем людям, которые не хотят вас слушать. Да это позорно. У меня со всеми друзьями отличные отношения. Почему? Потому что когда-то давно каждому из них мы с Ириной рассказали презентацию. И дальше, знаете, как-то... Оп! И убрали руки. Давай. Говори. Человек говорит, не, не хочу. Отлично, пьем чай. Все, тема Reflame закрыта. Что у тебя есть? Чай? Давай чай. Что есть? Это есть. Наливай. Понимаете? Все, тема закрыта. Дальше он сам спросит когда-нибудь у меня, когда ему нужно будет. Я уже рассказал. Разве вам не хочется иметь отличные отношения со своими друзьями? Разве вам не хочется сделать так, чтобы имидж лидера Reflame это было сильно? У меня со всеми друзьями отличные отношения. Они ждут, когда мы придем в гости. Они задают какие-то вопросы по своему бизнесу, потому что бизнесы похожи. А как раскрутиться? Антон, слушай, зайди, хотел про это поговорить. Почему? Да потому что я никогда не лезу туда, где меня не хотят слушать. Давайте не будем. Раньше это было на улице. Раньше люди бежали, и вот этот старый анекдот про поезд, да? Помните, наверное, когда, кто там, я не помню, уже едут там священник, врач и сетевик в одном купе. И говорит, врач со священником начали спорить, кто круче. Тот говорит, я-то душу лечу, а я-то тело. Сетевик молча скроет. Он говорит, да я вообще Господь Бог. Ты что, обалдел? Говорит, да вот сходите, проверьте в соседнем купе. Стучаться в купе, он открывает, и сзади двое стоят. Люди смотрят на стекла и говорят, о Господи, опять ты? То есть вот, чтобы такого не было, нам нужно выбирать правильные долгосрочные методики. И методика под названием срам к ним не относится. Вы роете себе яму. Вы набираете глупых людей, которые согласны заниматься этим низкоинтеллектуальным делом. Эти глупые люди не станут бриллиантами. Вы наберете огромную команду людей, которые не смогут работать без вас, не смогут быть самостоятельными и будут бить из вас энергию ежедневно. Через пять лет вы возненавидите бизнес Арифлейм, потому что все вокруг вас окажутся тупари просто. И будет очень сложно расти. Выбирайте людей умных, интеллектуальных, честных, которые будут работать немного другими методами. Поэтому, какой же у нас быстрый рекрутинг все-таки в интернете? Там, где нас ждут. Там, где люди ищут работу. Там, конечно, мы тоже всех задрали, если честно. Но хотя бы эти люди. Там все по-честному. Там у нас договор. Ты ищешь работу, я тебе предлагаю. Не нравится, отвергай. Знаете, как, когда начиналось все это на Авито, мне присылают принскрин объявления «Бульдозерист». Снизу написано «Продвижение не предлагать». Я говорю, ну наши вообще просто. Уже «Бульдозериста» даже задолбали, что он так подписывает. Ну ладно бы там, знаете, экономист, маркетолог, но «Бульдозерист», «Продвижение не предлагать». Поэтому у нас есть быстрый рекрутинг. Это тематические группы, это доски, это паблики какие-то, тематические. И все, в принципе, взаимодоговоренно. И стратегический рекрутинг, то есть долгосрочный. Что это у нас, друзья? Абсолютно верно. Это личный бренд. А вот эта тема работает совсем по-другому. Потому что, работая с пабликами по работе, с группами о работе, о подработке, вы устанавливаете совершенно кратковременные отношения. То есть вот с человеком вы начали переписываться, ой, нет, не хочу, отлично, закрылся диалог. Или ой, да, хочу. Ну, все, пообщались, да? Когда вы формируете личный бренд, это очень долгосрочный процесс. Это очень долгосрочный процесс, но когда он сформирован, результат вас очень обрадует. Очень, очень, очень важно иметь красивую... Вы знаете, как... Вы в душе, может быть, очень умный, красивый, тонко организованный человек. Но люди это должны увидеть, да? Людям должны это как-то показать. Поэтому первое, с чего начинается формирование личного бренда, это с хороших фотографий у профессионала. Знаете, у нас девушка была одна такая в бизнесе, она все время нас пытала, почему у меня никто не регистрируется, почему у меня никто такая активная, неделю прям, почему никто... Я говорю, слушай, скинь свою страничку и посмотрю. Она скидывает. Ой, прости, господи. Обнять и плакать называется. Просто стоит на даче. Сзади какая-то хрень полуразвалившаяся. Просто какая-то изба. Я даже это домом не могу назвать. Какая-то изба. Она стоит в купальнике. В таком вот виде. И здесь пол-литра пивчанского. В купальнике, а еще знаете, там пару-тройку килограмм, может быть, десятков килограмм лишних, и из купальника это все переваливается вот так вот. Серьезно. Это ее фотография на главной. С нее она рекрутирует. И там стоит статус. Типа, предлагаю бизнес, ищу партнера для развития дела. Вот, представляете, какой человек среагирует на это. Возможно, вы очень... У парней бывает такой прикол. Тоже там какой-нибудь Мерлин Мэнсон или какой-нибудь Арон Мэйден. Может быть, внутри он очень хороший парень на самом деле. И он эту фотку ставил раньше, чтобы с девчонками разговор начинать. А ты что такой кровожадный? Да, я такой, да? То есть... А на самом деле эту фотку не поменял. И начинает с нее рекрутировать. Сможет быть и человек-то хороший, интеллектуальный. Но как это люди увидят? Поэтому начните с хорошей фотографии. Правильных статусов, с умных мыслей. Первое, хорошая фотография. Второе, правильное видео. И видео, что самое интересное. Тут для многих новичков будет страшно. Видео ваши. Не мои. Не Гоглоева. Не Гефнидера. А ваши видео. Понимаете? Все. Да, вы можете набрать кучу топов. Вы можете скопировать какие-то посты у меня, еще у кого-то. И сделать их перепост. Но вы понимаете... Ваши знакомые вычислят, что они не от души у вас. Они вас привыкли в определенном виде, допустим, как вот такую всю принцессу, там, душевную, добрую, отзывчивую. И если вы мой пост скопируете и поставите это... Чо-кого? Чо-ка? Да. Баран какой-то у меня был на презентации. Ну ничего, дрались 15 минут, да? То есть, если вы мой пост скопируете, то люди вычислят, что это не ваш стиль. Понимаете? Если вы мое видео скопируете, люди скажут, ну и чо какой-то... Я не знаю его. Тебя знаю, его не знаю. Поэтому нужно научиться начать говорить. Возьмите, не ждите идеальных условий, не будьте перфекционистом. Вот те же самые индонезийки, про которых Ира рассказывала в начале, да? Ой, вот посмотрите их ленту. Там просто она шла, вот... Они как раз были в Москве на банкете директоров. Я в этот момент зашел и посмотрел там. Чемодан. Чемодан в аэропорту. Фу, 500 тысяч лайков, да? Там матрешка. Это я с матрешкой. То есть, абсолютно без запарок. Видео точно так же. Вот вытянутая рука, смартфон. Наговорили видео, а оно сразу в сеть отправилось. Сейчас, понимаете, важна не столько качество, сколько скорость реакции. Вот сейчас вы все там кучу понафотали с Крыма, да, там, фотографий. Приедете через неделю, начнете выкладывать, уже не интересно. Не актуально. И люди будут писать. Ты что, снова что ли уехала? Нет, это я выкладываю. А нафига выкладываешь? Люди любят вот этот реалтайм уже, понимаете? Когда вот прямо сейчас, вот я сейчас на семинаре, вот такую фишечку узнала. Завтра уже не интересно. Я была вчера на семинаре. А, что там вчера уже люди читать не будут. Вот я бы сейчас в щелочку подглядеть хочется. Поэтому не страдайте перфекционизмом. И начинайте снимать и сниматься. Фотографии делайте качественные у профессионала. Видео снимаете как получится. Ну, хорошие тоже нужны. Поэтому рекрутинг может быть любой. Рекрутинг, онлайн рекрутинг по желанию. Онлайн сопровождение обязательно. Если сейчас вы не имеете онлайн сопровождения, вы выступаете, знаете как, вы в гонке Формулы-1 пришли на Запорожце. И даже, возможно, вы водитель офигенный. Понимаете? Возможно, вы очень крутой водитель. Но вы на Запорожце. Возможно, я водитель-то и похуже. Но я на Феррари. Шансов нет. Какой бы вы офигенный не были профессионал. Поэтому сейчас время, настало время, когда без онлайн сопровождения ничего в вашем бизнесе делаться не будет. Поэтому запишите, кажет ли для себя, онлайн сопровождение обязательно. Согласны? Кто согласен, хлопните в ладоши. Нет, ну стойте, у нас было раз. Кто согласен, хлопните в ладоши. Отлично. О, проснулся. Отлично, молодец. Поехали дальше, Володь. Совершенно недавно мне задали такой вопрос структуре. И я просто офигел. Когда человек из нашей организации, которая составляет там 70, не знаю, 80 тысяч человек, там по всей России, да какой России, уже везде. Мы на Кипре, в Испании, в Казахстане, в Украине, везде, где можно. Из нашей организации, которая я считаю довольно обученной, да, и мы какие-то методики постоянно даем. И лидер у меня спрашивает, слушай, Антон, а что, знакомых тоже, что ли, можно подписывать? Это капец. Этого нельзя допускать. Слишком, знаете, как, ребят, слишком перешли на онлайн. Конечно же, это наш основной, по-прежнему инструмент. Основной инструмент, основной ресурс людей, которые нам доверяют. и из которыми можно быстро и качественно построить бизнес. Я вам хочу сказать, что вот этот бум онлайна, бум онлайна создал в нашей организации много, много интересных директорских групп. Много интересных директорских групп, и мы садимся с ними, и под ними группы, и под ними, и под ними, и мы начинаем смотреть, и самые сильные из них это знакомые. То есть, мы такие сидим, офигенные онлайнщики. Да, мы там рекрутируем, выкладываем, все там, все везде разлетается по всем соцсетям. И подписываются, и через онлайн много людей подписываются, не знакомых, но большими директорами становятся знакомые. Делайте выводы. Следующий слайд. Ну и, конечно же, вот эта вот фраза, которую, знаете, я первый раз услышал от одного американского сетевика, у которого был огромный стаж в сетевом маркетинге, и он это сказал со сцены криком, практически воплем со слезами. Напишите таки список знакомых. Мы каждый день учим этому своих людей. Но многие из нас, которые учат этому, сами его не написали. Вы знаете, честно скажу, мы с Ириной работаем, у нас есть два списка знакомых, это один общий, большой, куда у нас, который он там еще годами, и один горячий список знакомых, когда нам нужно заложить либо новую группу, либо порекрутировать активно в первую, ну такие ситуации, это уже, знаете, тема планерки, это не тема вот этого разговора, но бывают ситуации, когда вам нужно хорошо и плотно порекрутировать лично. И в этот момент вам нужно написать горячий список знакомых. Напишите 30 фамилий и проведите им презентации в течение одного каталога. Договорились, да? Напишите таки список знакомых. Следующее, что нужно сделать, когда вы его написали, то есть его важность я сейчас не буду говорить, мы с вами договорились, что вы это поняли. Следующее, назначьте встречу. Назначьте встречу. Вы знаете, мы с вами в первой части об этом говорили, да, о том, насколько важно иметь серьезный подход к презентации. Так вот, начинается ваша серьезность именно с назначения встречи. Именно с назначения встречи начинается ваш серьезный подход к этому делу. Вы на бегу рассказываете или вы время назначили? Вы договорились с человеком по-человечески или это произошло спонтанно и рассказали, что успели? И самое главное, в момент назначения встречи чувствовать себя очень уверенно. Я думаю, все вы помните это произведение, когда Шура и Паниковский украли гири, да, и Шура спрашивает у Паниковского, он ему долго объяснял, что они золотые, и он потом спрашивает, а вдруг они не золотые? И он поворачивается и говорит, а какие по-вашему? Он говорит, ах, да, и начинает пилить, да, то есть вот эта вот уверенность, а какие же они по-вашему? Вот эта уверенность, она, конечно же, рождает успех. Поэтому, назначая встречу, вам нужно быть смелыми, быть уверенными, как вы это сделаете, абсолютно неважно. Это может быть по телефону, это может быть лично, это может быть онлайн. Самое главное, мы соблюдаем правила. Мы, не имея возможности рассказать полную презентацию, не начинаем. Мы даже не начинаем. Это очень важно. Давай, Володь. подробно не надо рассказывать. Ну, давайте так немного зацепим. Смотрите, ребят, правильная презентация, по-моему, я сейчас не претендую на истину, мы просто рассказываем сырой нашу систему работы. Поэтому, может быть, вы сейчас сделаете свою систему, ваши результаты выстрелят гораздо быстрее, это будет круче. Но вот то, как мы сейчас понимаем, правильная презентация, это классические пять вопросов, презентация Полежаева, это время 90% презентации, когда мы рассказываем суть бизнеса, потому что именно это, понимаете, нужно дать человеку понять, зачем ему здесь быть успешным. И как только он поймет зачем, он увидит маленький хвостик от ниточки, которую вы ему дали, и он за него хватится. Он услышит что-то, чуть-чуть, а, что, на ютубе что-то можно сделать, и он придет домой и загуглит, как зарабатывать деньги на ютубе, как разместить, как это, как то. Блядь, вы ему, вот если он имеет достаточно большое, зачем, ему уже не нужно, как. Но в то же время и наоборот. Если вы рассказали кучу методик, но он не понимает, зачем ему, как ему стать исполнительным, как работает этот бизнес, как организуются многотысячные структуры, вот это надо рассказывать. Вы хоть сколько ему методик вывалите, как это сделать, он ни одной из них не воспользуется. Дальше, Володь. И, конечно же, нужно грамотно, научиться грамотно завершать сделку. Вот это вот очень важно. В любом государстве системе выгоднее иметь рабов. Согласны со мной? В любом государстве системе выгодно иметь стадо баранов, которые своих мыслей и своих побуждений не имеют. Почему? Вот так проще управлять. Денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения. Все, все радостные пошли держаться. Понимаете? Гораздо проще вами управлять, если вы воспитаны в стадном режиме. И, знаете, это не минус и не плюс, это просто факт. И в каждом человеке это есть, и в нас тоже, и в нас так воспитывает система. Раньше это был зомбоящик телевизор, да? Сейчас телевизор не смотрит, ничего страшного, вас зомбируют через другие каналы, через соцсети, через YouTube, через Instagram, все нормально, все это происходит. Вам навязывают стандарты красоты, хотя, может быть, это даже и не красиво вовсе. Вам навязывают стандарты питания какого-то, стандарты толерантности какой-то вам навязывают, говорят, что геи это нормально, как нормально, если это болезнь, болезнь, это лечить надо, как нормально, но постепенно эта тема прожимается, стандарты в одежде какие-то вам навязывают, с голой жопой нормально ходить по улице, все как бы всегда было ненормально, а сегодня нормально, понимаете, поэтому в какой-то мере все мы вот, вот они, в какой-то мере, кто-то меньше, кто-то на 100%, поэтому в любом случае нам нужно научиться, ну, знаете, глобальный, глобальная мысль это вытаскивать людей из этой системы, да, но тем не менее локально это научиться завершать сделку, помните, мы рассказывали, как нас позвали в Эрифлейн, два человека рассказали, мы обоих послушали, нам очень захотелось тоже вот подзаработать, мы пришли домой и сказали, блин, как бы туда попасть, а они рассказывали нам и думали, блин, как бы их подписать, знаете, как два восьмиклассника стоят на дискотеке, блин, ну вот как бы ее там за талию взять в танцы, и она стоит, блин, ну что же, он такой стеснительный, да, никто ничего не говорит, так же и здесь, поэтому, ребят, научитесь четко формировать завершение сделки, научитесь в конце вашей презентации говорить конкретную цель, для чего вы это рассказали, и что вы ждете от человека в данный момент, как это может выглядеть, кто может, завершить презентацию сейчас одним предложением, тебе нравится эта идея, ну да, счастливо, классная идея, кстати, ну да, девизы пошли, лозунги, стоп, 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 это время прошло девизов, это раньше было, и знаете, есть такой анекдот, ребенок плачет в спальне, плачет, там просто закатывается, родители заходят, думают, ну что такое, а там пластинка и заело, малыш, хочешь, я расскажу тебе сказку, малыш, хочешь, я тебе расскажу сказку, и он, хочу, хочу, да, то есть, на лозунги переходить не надо, сейчас эта тема не работает, это раньше работало, хочешь стать независимым, хочешь избавиться от начальника, хочешь работать два часа в неделю, ну и что, работай, просто регистрируйся, регистрируйся, что ты об этом думаешь, хорошо, смотрите, на самом деле, все варианты хорошие, но нам нужно обязательно сформулировать такую фразу, я тебя приглашаю в свой бизнес для того, чтобы мы вместе сделали вот этот результат, который ты сейчас показал, понимаете, когда вы заканчиваете презентацию, вы можете сказать, давай так, я все рассказал, я закончил, я сейчас жду твои вопросы и твое мнение по поводу моего предложения, конкретно, понимаете, давай начнем с первого, с вопросов, человек говорит, ну вот такие вот, отлично решили, давай перейдем ко второму, как тебе мое предложение, попробуем, интересно, конкретно я спрашиваю, попробуем начать бизнес, и вот тогда, то есть человек до этого сидел, он говорил, да, интересно, то есть, ну как, его спрашивают, интересно или нет, он и отвечает, интересно, а вот когда мы говорим, давай попробуем начать этот бизнес вместе, вот тогда он, вы знаете, У всех даже осанка выправляется Подожди И он понимает, что разговор про него сейчас начался И сейчас надо решить И дальше начинается либо Процесс регистрации и сопровождения Либо Либо Работа с возражениями Молодцы Это первая тема, которой должен овладеть каждый лидер Но мы здесь это не будем обсуждать Потому что я думаю, вы этим всем владеете Соответственно Нужно научиться Жестко Может быть Знаете как Я вот этот термин часто применяю Жестко Потому что у нас лидеры в Арифлэйм Очень много девушек И для них жестко Это на самом деле не жестко У нас есть один лидер, она говорила Ой, я вчера так своих отругала Просто вообще на чем свет стоит Я говорю, ну как Я сказала Как вы плохо работаете То есть Но знаете, для многих это должно быть жестко Ага, Володь, давай следующий слайд А следующий, по-моему, это да По-моему, это был последний мой слайд Ира Ирина Ребят Ну, по поводу теплого рынка Я надеюсь, что мне удалось донести до вас Что это метод, который работал Работает и будет работать Вне зависимости от обертки, которая его сменяет Договорились Договорились? Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Получается, да АПЛОДИСМЕНТЫ Вы оцениваете сами свое предложение А ту сумму, которую вы зарабатываете сегодня Которую ставите цель Очень многие идут и зовут на то, что они сами зарабатывают Пять тысяч по каверрифлейм, десять тысяч Это неправильно То есть вы, ваше предложение, ваш бизнес-предложение Стоит столько, сколько стоит та цель, к которой вы идете И несете вы ее совершенно по-другому, нежели Да я вот тут пока менеджер Понимаете, то есть когда вы приходите Антон рассказывал про спонсоров, да У нас спонсор, директор, сапфировый директор, глиантовый директор Но цель того человека Путь того человека, он зависит не от того, сколько спонсор зарабатывает А от того, какую цель он перед собой поставит Мое бизнес-предложение стоит пятьсот тысяч То есть я показываю путь до исполнительного Но он может выбрать любую квалификацию на лестнице успеха Давайте дальше Дальше сейчас расскажу, откуда взялись люди в нашей команде Вот реальные истории, да То есть можно читать теорию, методы Это я вот расскажу, как у нас люди пришли реально Вот что мы им сказали И откуда они появились Я хочу сказать, что до 15% С нами не было ни одного лидера Ни одного лидера То есть до 15% мы перебирали потребителей, клиентов, которые были с первых моих заказов И не было людей, которые поверят, останутся с нами И только уровень 15% наш личный результат Показал тем, кто вначале отказывался Этот результат заставил их поверить в то, что это предложение может работать Помните, я говорила, динамика роста доходов убедила До родителей мы достукивались 9 месяцев Это были самые кровопролитные бои Которые могут быть вообще с бизнес-партнерами Потому что личные отношения родственники и бизнес Это вообще от нас, конечно То есть тут включаются и обиды, и там манипуляции Все, что можно Но тем не менее, каким образом услышали наши родители Родители Антона, они предприниматели Конечно, когда мы приезжали, будучи детьми Мы начинали только говорить о бизнесе Они говорили так, все понятно Что там у вас, сколько картошки осталось То есть нас не слушали вообще И не понимали, что дети вообще могут Молодые дети, да, могут учить своих родителей Вот Что мы сделали? Здесь работал эффект третьего лица Мы пригласили своего спонсора Приехать к нашим родителям в другой город Спонсор был у нас старше Спонсор был авторитет У нас был педагог То есть, ну, это лицо было интересное По крайней мере, человека со стороны Третье лицо А родители могли бы хотя бы выслушать И не перебивать И вот мы привезли Светлану Маме пришлось Она спряталась на кухню Вот, мы ее вытащили Посадили Сказали, вот Света приехала Сиди, веди себя прилично Света, значит, сидела и рассказывала все Вот На что мама потом сказала А что вы мне это сами не могли рассказать? Нам не давали возможности вообще рта открыть Потому что нужен был эффект третьего лица С этого момента мама, ну, можно сказать, включилась Но говорит, я работать не буду Мы говорим, хорошо У меня много забот, у меня бизнес У меня все, вы вообще что ли Обнаглее на меня сейчас еще это взвесите Вот, мы говорим, хорошо, мам Ты же нам хочешь помочь? Хочу Мы говорим, давай, ты работать не будешь Не будешь Она говорит, не буду Не, не будешь работать Ты только своих знакомых к нам позови А работать не надо Она говорит, ну, ладно, я знакомых позову Но работать я не буду Мы говорим, хорошо Вот мы так вот с ней работали. То есть она звала знакомых, пряталась на кухню, а мы там что-то рассказывали. Значит, тогда она пока пряталась на кухне, у нас приходили люди, приходили люди, приходили люди. Папа прятался в другой комнате и говорил, когда этот ужас закончится. В какой-то момент в ее группе появился лидер, которая пришла с шоколадкой, говорит, спонсор, я поздравляю, я стала менеджером. Я деньги заработала, спасибо. Ну, Далина сидит, говорит, ну, надо же, а я что заработала, надо у детей знать. Ну, вот вроде как мы без нее тогда, ну, можно сказать, был такой прототип морковки. То есть мы местных из другого города не могли регистрировать под себя, потому что люди уходили, их просто переподписывали. И морковка, она, собственно говоря, зародилась тогда и сейчас для онлайна. Она нужна была для того, чтобы просто их не дергали в других организациях. Вот, и началось именно с этого. Поэтому мы подписали своих знакомых, когда подписывали без родителей, они говорили, ну, им прямым текстом говорили, мы обслуживать не будем, у вас спонсор в другом городе. Мы подписывали маму, говорили, мам, ты не работаешь, ты помнишь, да? Ты вот с этим человеком приходишь, говоришь, я спонсор, делаешь им заказ, чтобы ему претензии, ну, его никто не трогал. Он говорит, хорошо, ладно. В итоге мама включилась, начала зарабатывать. В какой-то момент папа говорит, скоро я буду самым низкооплачиваемым в семье, надо мне тоже что-то успевать за вами погребать. И подключился папа. Вот, ну, тут, в принципе, все понятно, люди, ответственные люди с ситуацией, которая когда-то казалась трудной, что рухнул бизнес, были проблемы, да? Оказалось, сейчас мы благодарны за эту ситуацию, потому что, если бы этого не происходило, то мы бы, наверное, новых возможностей не искали, да, вместе с родителями. И вот они здесь, сейчас они бриллиантные директора. Все замечательно, все хорошо, мы ими очень благодарны. Вторые ребята, ну, это тоже очень интересная история. Это широкий Харис и Алексей сейчас золотые директора. И гиф-нидер Юлия и Артем, то есть они в глубину. Алиса с Юлей были мои первые клиенты. Это реально мой был первый заказ. Я пошла, они постучали в комнату кантону попросить тетрадку. Я говорю, что за девочки? Они говорят, да, девочки, а в какой комнате живут? Я собираюсь, поднимаюсь, говорю, девчонки, давайте познакомимся. Вот, рассказала, показала. В результате мне сделали заказ. Сейчас, я как сейчас помню, ту баночку крема, молоко и мёд и две маски. Тогда я взяла в руки, думаю, вот это девочки живут. Крем для тела. Когда-нибудь я тоже так буду жить. Это реально мой первый заказ, это был заказ в июле. И был в первом заказе. И всё, Юля училась, получала второе образование с Олесей ещё по английскому языку, да, вы образование получали. Девочки очень успешные, девочки очень амбициозные. И они слышать про рифлы не хотели ничего. Вот, мы периодически как-то встречались. А муж Олеси ещё широких, он мало того, слышать не хотел, он ещё называл сектой. То есть он бегал по общаге, к нам люди приходили, он говорит, вы в секту, проходите, пожалуйста. Ну, люди походили. Вот, он специально ходил в библиотеку, искал информацию, почему это секта. Ну, короче, там не шаловать мог. Но мы очень так с юмором относились и считали, что у каждого свой путь. То есть нравится, где тратить на это время, но тратить, то есть мы знаем, куда идём. Вот. В итоге, что случилось? Опять же, ситуация жизненная происходит. То есть он, у него перспектива была достаточно очень умный парень. Перспектива была остаться стоматологом, у него папа работал при университете. Вдруг происходит несчастный случай, папа погибает. То есть тогда, когда деньги всегда были, и тут вдруг не оказалось помощи, поддержки, вот эта вся перспектива рухнула, то есть устроиться в институт, да, по рекомендации папы. То есть никто им не стал заниматься. Он пошёл, начал зарабатывать. Он потаскал кирпичи, позанимался массажем, поделал. Он понял, что пришёл, постучал и говорит, ребят, ну, пусть это будут секты, но если здесь деньги есть, возьмите меня, пожалуйста. Вот. Так, пришёл Алексей Широких. Вот, презентацию мы рассказывали до этого так. Антон пришёл и говорит, Лёха, я это сейчас, вот слушай, вот или я дурак, или люди. Вот ты же он и парень. Он говорит, да. Ну, давай я тебе вот расскажу, вот ты скажи, я понятно излагаю. Вот это мне правда, то ли люди не понимают, что ты нам рассказал, никто не хочет. Вот ты послушай, я тебе вообще, ты мне не нужен. Ты послушай и скажешь мне, я дурак или они. Я говорю, ну, давай. Послушал, ушёл с этим листочком. Потом пришёл. Информация сработала. Поэтому сейчас, потом уже с Юлей была история, что Юля вообще, то есть не хотела в вашу рифлэн идти. И говорила, если вы сейчас при встрече, говорит, если вы сейчас начнёте разговорить про рифлэн, я встану и уйду. Вот. Ну, ничего, вот сейчас Юля здесь. И её амбиции, и её ум, проницательность. И сейчас она встретила, уже не сейчас, пришло время, она встретила своего мужа Артёма. Артём очень амбициозный парень, где у нас Артём? Спит после вчерашнего. Да. Артём свою волну у неё. Ну, короче, ребята классные. У них огромная команда. Это уже старшие бриллиантовые директора. Это уже своя система. Это свой уже личный бренд. И это очень здорово, что нам удалось сохранить эти взаимоотношения, когда были в рифлэн, когда не были в рифлэн. И для меня эти люди, конечно, они очень дороги. Третье. Очень интересная история была, что зарегистрировала я свою клиентку на помаду Виженс. То есть мы регистрируемся подрядом. Она говорит, да не надо мне бизнес. Я говорю, ну это выгодно. Ладно, я одну помаду возьму, и мне не надо. Я там вся врач, вся такая вот, вся вот до мозга костей врач. Ну, хорошо. Кто-то врач зарегистрировалась. Врач такая вся интеллигентная, живёт в общежитии. Нормально. Всё устроено у неё в жизни. Вот. И приходит к ней Наташа Крутилина и говорит, о, у тебя папка Арифлэн, я давно хотела зарегистрироваться. То есть человек, который ни за что и никогда не будет в этом бизнесе, по её рекомендации пришла Наташа Крутилина. Мы познакомились, начали проводить в скетче. Сейчас это золотой директор. Они работают с мужем Рубеном Акаджаня. Понятно? То есть с людьми мы не были знакомы. А четвёртый директор, Чайникова Лариса и Владимир, они пришли к нам работать в ИСПО. У нас был офис, но не было ИСПО. Мы три года работали, мы золотую квалификацию делали без ИСПО. То есть мы просто обслуживали с других ИСПО, а офис у нас был просто для встречи. Вот. И она работала в другом офисе ИСПО и пришла там, поругалась и пришла, говорит, я вот очень, я мне никакой бизнес не нужен, ничего. Но я очень хочу вот баночки выдавать, вот это всё. Мы говорим, Ларис, нам не нужен менеджер ИСПО, нам нужны директора. Она говорит, не-не-не-не-не-нет, нет-нет, никогда не буду, вот мне только дайте офис, у вас люди есть, то есть они как бы видят, да, что заказы будут, товар-оборот будет. Мы будем вот этим заниматься, возить, привозить, там они обслуживают, ну прекрасно, всё хорошо. Ну хорошо. Два года она обслуживала, они обслуживали клиентов ИСПО и видели как растут другие директора. Ну конечно, это всё информация один, то есть вот пришёл на их глазах, стал директором, другой. Потом начали задавать вопросы, Лариса, не надоело обслуживать бизнес других людей? Может быть уже это пора? Вот, и тогда, когда пришла система ПРО, и мы сделали предложение, с кем мы идём дальше, мы сели и сказали, Лариса, ты хочешь стать директором? Он говорит, хочу. Давай мы с тобой распишем план. И попробуй. Она говорит, да ну как я тут столько уже в Арифлейм, ничего у меня там не получается, больше 9%. Он говорит, давай с тобой распишем. Вот это сделать сможешь, смогу, вот это сделать сможешь, смогу. На каталог расписали, столько личный рекрутинг, столько личного товарооборота, столько вообще не сможешь делать, смогу. Расписали в сентябре, расписали план в марте, выход на директора. Она говорит, да это никогда, да это невозможно. Но она настолько ответственный человек, потому что эти планы, мы говорили, ребят, мы с вами пишем планы и подаём в компанию. То есть вот если пишем, то мы можем растянуть на 5 лет, но вот если написали, надо делать. Ну компания смотрит, ну почему-то надо, серьёзно, естественно, компания там всё, говорит, безвесь. Вот. Короче, она сделала за 3 месяца. Она делала чуть больше, чем нужно было. Она говорит, я так переживала, и я старалась, я лучше чуть больше сделаю. Она сделала чуть больше, короче, через 3 месяца у неё на счету было уже в ядваре, мне звонят, говорят, у вас с Ларисой чайником всё в порядке? Я говорю, что такое? Я говорю, у неё на счету 100 тысяч, она и пыль не открывает. Ну, в итоге, то есть Лариса купила шубу на все эти деньги. А сейчас они на пенсии, они занимаются внуками, и мы очень рады за них, что они построили такой бизнес, что они могут отдыхать, и сейчас, в данный момент, не заниматься активно группой. В каком звании они сейчас? Они сейчас старшие директора, у них одна директорская группа. Пятая история. Мамочки из песочницы. Человека тоже Борн Татьяну, это первого директора в этой ветке, я лично с ней не была знакома. Получилось так, что я гуляла с мамочками, моему ребёнку было там месяца 3, наверное, 4. И я рекрутировала, кого рекрутировала? Вот девчонки молодые, которым ничем не занимаются, ходят вот с колясочками. Ну, мы с ними разговаривали по рейтле. А была одна девушка, которая очень была занята, ей было за 30, у неё двое детей, она одна воспитывала, работала на двух работах, но ей-то точно не надо. В этом-то время есть, а вот той, той не надо. Я так решила. Но пока я с этими работала, подходит Оля и говорит, а о чём это вы тут беседуете? Мне тоже надо. Вот, пришла, но мы с ней познакомились. И она пригласила на работу, в бухгалтерию, к своим девочкам. Мы пришли и рассказывали презентацию. Причём презентация такая была интересная. Мы рассказываем, ну, сидят женщины, девушки, мы рассказываем. Они сидят вот с каменными лицами. Мы думаем, да что ж такое? Мы уже и так, и так, и так, и всякой девочке там, и пляшем. Вообще вот сидят вот такие. Потом оказалось, там рядом сидела их начальница. А мы им говорим про свободу, про бизнес. Вот, в итоге мне позвонила одна девочка, Таня Мурникова, и говорит, я хочу. Вот, и начали с ней работать. У неё мама была педагогом в училище швейном. И они взяли школьный журнал и начали звонить, приглашать своих учеников с мамой. Вот, причём спрашивали, не говорили, что рефлейн, говорили, ты по-прежнему швею работаешь? Да, ну, давай, приходи. Они, ещё никто не брал. То есть, ты по-прежнему швею работаешь, да? Ну, вот у меня к тебе предложение есть. Они приходили, думая, что это вот по делу. А там рефлейн. Таня пришла и говорит, хорошо, что мне не сказали, что это рефлейн. Потому что у меня было мнение, что мне приносили рефлейн в пакетики из-под молока. То есть, это было очень некрасиво. В итоге Таня осталась. И именно Таня пошла с нами дальше. У неё сейчас Геразубова Маша, директор. Под ней сейчас Ирина Фунг, старшего директора, открыла. Под ней Ирина Ферестова, старшего директора. Ну, то есть, это хорошая такая глубокая группа. Вот. Это вот мамочки с песочницы пошли. Активные контакты. Вот была такая интересная история с шестой группой. Мне по плану должна была быть шестая группа. Я начала с одной подружкой. Она вот, ну, никакая, как говорится. И вот, ну, что-то надо было заменять. Что-то надо было заменять. А сроки уже мне надо запускать в группу. Вот. Я сейчас покажу, то есть, как этот план ставила. То есть, уже группа должна быть запущена. И мне Наталья Гришаева говорит, ты знаешь, в регионе, в Яровом, на 20 тысяч 15 консультантов. Гриша и говорит, а сколько километров там, любит, до вас? А пока у вас 400. Ну, ключа села на поезд. Приезжаю. Ну, сказали, приезжаю. Ну, ладно, я обещала. План поставила перед компанией, надо приехать. Я приезжаю. Поехали мы с консультантом. Остановились у ее тети. Ну, все, приехали, вышли. Вышли. Вот это, десант высадили. И вот мы вышли. Ну, что делать, надо куда-то идти. И первым делом я пошла в Дом культуры договариваться с помещением. Думаю, я сегодня пойду, возьму активные контакты, то есть, соберу контакты. И на завтра людей буду приглашать уже в ДК. Он один ДК в городе. Я прихожу в Дом культуры. Начинаю общаться с директором Дома культуры. Очень приятная, красивая женщина. Очень занята вся. Вот. И она говорит, это рефлейм. Замечательно, я говорю, 4 года уже покупаю рефлейм. Я говорю, давайте будем вместе покупать через компанию. Я говорю, давайте, конечно, с удовольствием. Я выхожу на крылечко Дома культуры. Звоню Наталье Игрешаеву. Я говорю, Наташа, я директора нашла. Я точно поняла, что это тот человек, который нужен. Хотя она первая сказала, Ира, я очень занята. У меня два ежедневника, не один, у меня два. У меня дела в один не умещаются. Когда я буду это делать? Я говорю, ну к тебе же люди приходят. Ты можешь передавать информацию, где они могут приобрести рефлейм? Она говорит, ну да. Я говорю, у них вопросы возникнут. Ты сможешь мне передать? Я решу их. Она говорит, ну да. Я говорю, ну давай. Как это, с Галей работать не будем. Вы будете работать не будешь. Ты мне информацию передай, а я тебе вопросы решу. Вот. И вот таким образом сейчас у него директор. Сестра Люба Прокопенко, вот она сейчас с нами. Ее дети сейчас, Танюшка. Когда я приезжала, училась в школе. Сейчас детки выросли, родили своих деток. И это уже семейная пара. Башарина, Татьяна, Станислав. Они открыли золотую квалификацию. Это тоже, я думаю, что это уже бриллиантовая группа. У них очень хороший задел. Вот так она вот родилась из просто поездки, из поставленной задачи, что надо что-то делать. Пойдем и там увидим. Вот. Спасибо, ребят, что с нами, что сегодня здесь. Седьмая группа. Даже очень интересно. Ребенок второй родился. Такая-такая сульта была. Месяца три было. Мы открываем новый офис. Какие-то массажи, какие-то врачи. Что-то мы ездим такие запаренные. И вдруг посреди бела дня Антон отъезжает от офиса и прямо в стол фарой. Разбил фару. Это первая его такая, ну, не авария, не авария. Вот так расстроился, так переживал. Начал искать человека, который привезет, ему сделает эту фару. Приезжает Артем Филивонов на автобусе. У него бизнес автомобильный. Ну, вот он так глянул, дал визитку. Говорит, буду деньги, приходи. Он пришел. Потом пришел. И когда... И он есть сейчас здесь? Я когда его увидела, а еще увидела, что он пишет в скайпе Антону. У нас тогда был один скайп на двоих. Я сказала, я с такими людьми никогда не буду работать. Матерки, матерки. Там, он весь в черном. Ну, и фотографий тут сейчас нету. Лысый. В черном плаще. Ну, там просто вот прячься. Тихий ужас вообще. Я вот, я говорю, я не-не-не-не. Я таких директоров не знаю. Он реально у нас такого криминального района в Барнауле. Ну, нормальный такой барнаульский чувак. Вот. Ну, он, понимаете, он настолько хотел измениться. Он настолько хотел из этого вырваться. У него нет образования. Он там в школу что-то бросил. Вот. Бизнесами занимался. В магазины у него прогорели. Ну, такой прям вот прожжёный. Вот. И он начал очень много читать. Мы открываем скайп. Он, дайте книги, дайте книги, дайте книги, дайте книги. Потом полгода на шести процентах. Мы думали, ну всё, уже потеряли. Лимонова уже. Он, наверное, себя потерял. Что-то происходит через полгода. И вот до него он менялся. То есть, когда он пришёл, Антон говорит, сейчас пойдёшь в магазин и купишь светлую рубашку. Говорит, хорошо. То есть, всё, что ему не говорили, он говорит, хорошо. Вот всё, скажем, что Артём, так делать нельзя. Он говорит, хорошо. Он настолько изменился, что сейчас его друзья встречают, говорят, Артём, ты что, банкиром стал? Сейчас это старший золотой директор. Он встретил свою супругу. Вот у них недавно была свадьба Юлию Степаненко. Вот тогда сейчас Юлия Филимонова. У них они, это действительно наша бриллиантовая группа. Его сейчас заслушивается. У нас есть такой, как этот, хэштег Перлы Филимонова. Он как что-то напишет, все там вот просто Филимонов. Филимонов, ну звезда у нас, вот в общем. Вот пришёл просто, деньги нужны, приходи. Всё, и забыли. Сам пришёл, сам взялся, сам схватился. Не отлепишь вообще. Вчера тоже там где-то неотлепленный был. Филимонова. Восьмая группа. Восьмая группа пришла уже. Она училась с нами, Ксения Гринькова, она с нами училась в общежитии. Она видела и наблюдала успехи. Но у неё было всё, в принципе, достаточно хорошо. Она была менеджером, пока её не сократили. То есть мы с ней три раза встречались, три раза регистрировали, говорили, всё, ха надо, ну всё, мы начинаем новую группу, давай. Нет, я там, нет, у меня всё серьёзно. Её сократили, она сама нас нашла. Вот сейчас это, у неё уже есть директор. Вот я думаю, что в скором времени вот золотого директора уже откроет. Группа уже на подходе. Мамину группу зарегистрировала, маму зарегистрировала и начала уже, ну это грубо говоря, морковку с неё. На мамином номере мы накопили 500 тысяч. Вот, это тоже подарок только маме, пока работали вот с группой. Туда я зарегистрировала активные партнёры. Это мои регистрации. К нам репетита пришла, помочь дочери с математикой. Походу она сказала, что у неё маленький ребёнок, тоже двое детей, смотрю, мотается, 350 рублей в час, но это вообще ни о чём. И буквально, то есть я сама стою с таким же маленьким ребёнком, вот, годовалом, говорю, Соня, если деньги нужны, интересно, приходите, я расскажу, как можно в декрете. Она говорит, хорошо, завтра придёте? Она говорит, хорошо, приду. Всё, пришла, начала работать. Очень грамотный такой математик, то есть с партнёшим складом. Груба очень хорошая. Соседкин кот забежал к нам в квартиру. Ну вот так получилось, да, сама судьба привела, что так и особо с соседями не общаюсь, но раз к кот прибежала, кот, а как зовут? Ага, вот. Ну, сейчас соседка со своей сестрой активно строит, такая молодёжная организация у них, активно строит тоже группу. Первая у нас такой онлайн-лидер, причём она офлайн-лидер, но мы с Антоном Балово. А если когда начинали онлайн, вот эти, да, то есть я составила сообщение по одноклассникам, конкретно по Барнолу, конкретно Иринам, вот и составила сообщение, здравствуйте, меня зовут Акта-такта, я хочу, чтобы он познакомит, хочу... Вот у меня было такое предложение, что знакомство, я живу, работаю в Барнауле, офис мой располагается там, там мы можем, то есть проводим что-то обучение директоров или диагностику кожи в подарок можем сделать, ну что-то такое было. И Антон сидел это и рассылал, то есть я ему рассылала, он с моей странички, значит, я всё засылала. Вот одна из Ирин откликнулась, говорит, мне всё нравится, всё хорошо, я хочу, но я в Казахстане. Я думаю, ну, замечательно, давай в Казахстане. Вот она говорит, мне мама в Барнаул приехала, мама уже на пенсии. Маме говорим, Елена, вы в Новом городе, для вас возможности актуальны, вы придите, послушайте, возможно, вам будет интересно и вам это пригодится. Она пришла, она говорит, всегда хотела, всегда я люблю баночки, всё хочу, и сейчас, то есть это уже тоже директор. Сейчас она вот едет, она говорит, у нас такая весёлая бабулька, вот, она её всех дочами называет, вот, зубы сделала, платье купила, вот, постройнела, ну, там, понимаете, вот как люди меняются, мы видим, как ей не приходят и как меняются, но это, конечно, просто очень сильно радует. Сейчас Лена у нас будет уже поздравляться на банкете директоров. Вот, не собиралась в прошлом году брать одиннадцатую группу. Думаю, мы решили попробовать пожить в коттедже в доме, вот, не решались сразу купить, я говорю, давайте попробуем, на лето поживём. Сняли большой коттедж, 250 квадратов, около леса, я говорю, я не буду новые группы брать, нет, первый уровень не буду брать, вот тогда в нуле там, потом начну. Тут пишет один, вот сильно мне надо, вот прям, а нет, пишет Полежаева, Юля, мне надо в первый уровень. Юля, ты понимаешь, первый уровень это ответственность, то есть я тебе передам в группу, тебе будут помогать. То есть в первый уровень нет ответственности, ты всё должна будешь делать, у нас группа большая, то есть на первый уровень ложится очень много ответственности. Ты сможешь, да, мне надо в первый уровень, я Полежаева. Ну ладно, Полежаева, работать она так и не стала. Тут же пишет Игрисов, значит, я папа троих детей, ну жалко стало, ну как не взять Ладно, возьму, тут же пишет Пушкины в августе, пишут, что тоже, вот у меня тоже как у вас, там, третий ребеночек, там, старшая, там, средняя, младшая Вот сейчас от Пушкиных уже у нас Александр, представитель сегодня, с их командой приехал Ну вот так вот получилось, что за полгода они вышли То есть, собственно говоря, то есть, вышли, полежая в Игрисове Пушкину, у нас открылись в прошлом каталоге Вот, личный бренд сработал, пришли через ВКонтакте и через Одноклассники Вот, двенадцатая группа, у нас была вот эта группа, ну как бы такой, замершая такая была И, в принципе, то есть, я думала, ну двенадцать есть, вот, тринадцатую брать пока не буду Три месяца назад мне пишет девочка Ой, привет, мы давно не виделись, мы с ней знали, девять лет назад она была в Арифлейм Потом у нее устроилась работать в банке, была на управляющей должности Мы там периодически переписывались, как дела, все хорошо, все замечательно, про Арифлейм она уже не хотела слышать И тут она просто мне пишет, что Ир, как дела, я там наблюдаю, у вас ребятишки Вот, ее очень зацепила тема благотворительности Она говорит, я, ну, хотела поговорить, то есть, я знаю, что в Арифлейм деньги есть Но я не думала, что еще эти деньги могут идти на какие-то благие цели То есть, все же в себе, я там такой богатый, у меня тут столько, тут столько, там столько, вот такое, столько А тут ты говоришь о других вещах, она пришла на другое, она пришла вот на то, что для нее было интересным Вот, причем она написала, она не просилась в Арифлейм, она просто начала спрашивать Я вижу ее первое сообщение, я пять лет до этого не видела, смотрю на Антона и говорю Антон, ей сейчас сразу сказать или потом? Говорит, ты говоришь, сейчас уже Ну, я ей тут же первым сообщением, я ничего не писала, что там вот, а сейчас там пока мы все про всех расскажем Я говорю, Оксана, деньги нужны? Давай, приходи, она говорит, нужны А сейчас эта группа зарегистрировалась, что там, апрель, май, июнь Эта группа сейчас выходит на 22%, я сейчас покажу, как они так делают Ага, дальше Вот, ладно, смотрите Стратегически план я рисую так, то есть для того, мы сначала не можем предположить, как будет выстроена структура ключевых партнеров Где какие будут люди, поэтому стратегически вначале я говорю, наша задача с тобой набрать 50 человек быстро То есть нам нужно набрать 50 человек быстро, из них мы выявим 5 ключевых партнеров и дадим задание с ними набрать быстро 50 человек Вот чисто стратегически будет вот так Если ты будешь с ними активно работать, то у тебя ожидают вот такие результаты Ты можешь, как некоторые, я продавать не буду продукцию, я говорю, хорошо Ты должна быть готова тогда к цифрам, адекватным твоим действиям Если у тебя будет 50 человек и половина из них будут делать заказы со средним заказом 20 баллов То у тебя 50 человек будет давать средний объем 500 баллов Если ты с 50 человеками научишься работать так, чтобы активировать их номер заказом, чтобы 70% делали заказы И средний балл будет 100, у тебя будет уровень 15% Тебе как быстро надо? Я без проблем, хочешь? Ну таким же образом можете на 7500 показать Можно 1000 человек набирать, можно 150, можно 50 Тебе как надо? Она говорит, да как надо правильно? Я говорю, правильно надо вот так Она говорит, ну хорошо Я буду говорить про 150 баллов Давайте дальше Вот я сейчас на свежей группе просто покажу Многие говорят, ну как вот они это сделали Там он какая-то, может быть, лидер какой-то волшебный Она просто делает конкретные действия Смотрите, за 4 каталога В первом каталоге 22 стартера Я показываю соотношение Я говорю, смотрите Если вы рекрутируете, ваша задача Чтобы количество стартеров, тех, кто просто зарегистрировался Равняло от количества рекрутов Ну идеально Стремитесь к тому, чтобы у вас каждый человек был заказан Потому что стартер без заказа Ну консультант без заказа Это, как мы называем, брат в работе Просто, ну как он пришел? Он тубы чистит, он голову моет Ну как он у тебя без заказа оказался? Ну конечно, по холодному рынку не всегда получается То есть там статистика немножко смазывается Но хотя бы мы стараемся правило третье То есть если 22 стартера, давай хотя бы треть будет у нас рекрутами И из этих рекрутов еще хотя бы треть будет кушками Тогда более-менее мы как-то с тобой двигаться можем Ну вот она работала таким образом Из 22 вот у него 9 были заказами и 5 кушек А вот, смотрите Здесь я показываю, что когда вы приглашаете Реальный результат, за который вы получаете деньги Это результат за количество рекрутов То есть вы добавили, вы провели работу с 27 людьми Но только 16 сделали заказы Прирост базы активных консультантов плюс 16 То есть вы в холостую-то сами анализируете Насколько вы общаетесь с новичками Вы должны понимать, что у вас должны быть рекруты А из этих рекрутов должны люди проходить по стартовой программе Жлазный, например, клуб Рассказываю статистику, что если человек Есть статистика от компании Если человек научился делать 150 баллов Его средняя продолжительность жизни 3 года Если вы его научили, он раз делал 3 года он будет с вами Если он не вошел в стартовую программу Его средняя продолжительность жизни 3 месяца То есть вы сделали работу И через 3 месяца вы опять должны его кем-то заменить И, собственно говоря, остаться на том же месте То есть проделать работу А роста-то не будет Понимаете? Поэтому зачем? Лучше, знаете как Хорошо проделанную работу переделывать не надо Если вы сразу хорошо новичка запустили Он у вас хотя бы стал потребителем Узнал про wellness обязательно Узнал историю wellness, да? Он полюбил этот продукт То у нас у меня есть люди, которые 10 лет назад пришли И они вскоре делают заказы Да, то есть мне пришлось с ними 2 часа повозиться Там рассказать, все показать Может быть ответить на вопросы Но они сейчас делают заказы Они не в бизнесе Но они каждую неделю мне за них компания платит Понимаете? За хорошо проделанную работу ее переделывать не надо Поэтому у нее была эффективность такая То есть у нее еще 6 человек квалифицировались Вот средний заказ Смотрите, первый каталог у нее 1000 баллов Средний заказ 115 1000 баллов Понятно откуда берутся? Два параметра Люди, рекруты и средний заказ Вот сколько активных, да? То есть база активных консультантов Вот 9 человек сделали заказ Из 22, 9 сделали заказ Со средним заказом 115 Получилось групповое 1035 Понятно? В следующем каталоге 16 получилось В следующем каталоге 40 стартеров 15 рекрутов Бак увеличился на 15 Стало 46 активных консультантов Со средним заказом 175 5600 баллов Все понятно? Логика, да? Люди приходят То есть это Люди приходят Входят в базу активных консультантов Это то, за что вам деньги платят Вы получаете Далее То есть люди пришли Далее смотрится Средний заказ Насколько вы с ними продуктивно проработали Знают ли они выгоды 150 баллов, да? И у вас получились вот продажи 5600 Это если мы говорим до 15% Мы можем оперировать двумя понятиями Сколько людей Сколько средний заказ С уровня 15% Мы уже начинаем следующий слайд Вот у меня 30 тысяч получилось за 3 месяца Это без вот этого каталога Вот С уровня 15% План мы пишем по-другому Мы пишем план уже по веткам Вот у тебя уже на 15 Там либо одна, либо две, либо три ветки, да? И ты начинаешь писать Примерно пишешь плюс 500 баллов в каталог Если каталог, допустим, какой-то сильный Там мартовские, сентябрьские Бывают сильные акции Ну, можно писать 1000 баллов прирост С уровня 15-ки где-то вот Ну, тоже Я вот тут вот по 1000 поставила баллов Понятно, да? Там команда ключевая сформировалась Там уже Ну, представьте, там 5 ключевых партнеров Плюс 200 баллов не сделают у вас здесь Делают, правильно? Поэтому Мы вот так вот расписываем 22 То есть здесь уже можно С уровня 15% Писать план На Солоса Или на Бриллианда Значит, как я расписывала план Исходя из личного рекрутинга Вначале же никто же эту группу не запустит Кроме тебя Поэтому Я ставила такой план Если я лично могу 15 человек в каталог пригласить То Примерно я считала, что Вот 45 будет регистрация Я запущу группу Поэтому я себе ставила Три каталога Запуск новой группы Три каталога Запуск новой группы Понятно? Отличное рекрутирование То есть Этих вот Две на менеджерские вышли Закрепились С ключевыми партнерами Новенькую взяли Эта закрепилась менеджерская Новенькую взяли Эти закрепились Новенькую взяли Вы менеджеры делегировали Работу с этой группой И Берете нужную группу На обучение В принципе Вот такой план Был Написан То есть В принципе Через год Если следовать этому плану Если проговаривать И согласовать Ваши планы Согласовывать Со своими ключевыми партнерами То Это все Нормально Все складывается И у нас Эта квалификация Сложилась То есть Можно через год Действительно Сделать 2-3 группы И иметь еще Персоналку Таким образом В чем проблема Почему не делают бриллианта Потому что Берут 1-2 ветки И решают Бесконечные вопросы Бесконечные проблемы В лучшем случае Доводят до золота А потом что А потом надо еще год На формирование новых И получается Отодвигается квалификация Вам нужно Одновременно И еще Брать Мы так золото сделали Мы сделали 3 группы И потом год Мы были в поисках Чтобы сделать задел На следующие группы Это неправильно Но лучше Растить всегда Удобно вместе То есть Когда вот Одни растут И маленьких туда Подкидываешь Они там Прямо Как это Тогурцы в рассольчик То есть Они в команды входят Они дружатся Обмениваются То есть Проще Их расти одновременно Чем вот По отдельности Потому что Когда вы начинаете Сосредотачиваться Только на двух группах Они начинают Очень остро Чувствовать Что вам сильно Надо Золото Вам надо Вот считывают Я не знаю Считывают моментально И расслабляются Ну Спонсора надо Он делает У нас была Такая ситуация Что Как только Я такую ситуацию Чувствую У меня есть резерв Я начинаю Другую группу вращивать А этот у меня Сидит Переболеет То есть Мы открывали Бриллианты С одним Приректором Закрывали С другим Тут сидел Ждал Когда мы Мы там Возьмем И сделаем Тут сидит Мы всегда давали Понять Что Вот Я очень тебя люблю Но Это твой бизнес И Ты делаешь это Не для меня Ты пойдешь И Филимонов У нас падал Мы говорили Артем Ты пойдешь Но ты пойдешь Ради своих целей Не ради нас Ради своих Вот что-то должно Внутри произойти Если он Не происходит Если вы готовы Нарекрутируйте дальше В группу Вам-то кто мешает В группу вращивать По морковке Если вдруг Он не готов Вы знаете На 15% Они все просыпаются И все Начинают делать Они все Видят Они наблюдают Вот это Вся Братья Сверху Бездельников Она вдруг Начинает На вебинарах Ходить Что-то там Чаты какие-то Создавать Ну что-то там Делают Мне уже Не так интересно Что они там делают То есть Мне нужен Человек Который Будет активный Где он Появится Я не знаю Ну вот собственно говоря Таким образом Можно сделать Одновременно Поэтому сейчас Сразу на старте По количеству Причем партнеров Мы говорим Сразу на старте Две закладывай На пятнашки Третью бери То есть Этих вот На два менеджера Сделаешь Закрепил Обучил Не старайся Бежать впереди Паровоза Сделать все За всех Ну мы Мы всегда Знаем Что мы Лучше Мы все Сделаем лучше Мы делаем качество Пусть он Хуже сделает Но он сам Это сделает Пусть он Больше ошибок Сам сделает Но это он Пройдет Он поймет Как не надо Ему как в рот Не пихай Он пока сам Не поймет Ему вот Только отвращение Можешь Поэтому сам Поручай Дерегируй Какие-то маленькие Задания Ну там Вплоть до хитрости У меня сегодня Голоса нет Я не могу провести Ты проведи сам Понимаете То есть Вот через не хочу Через не могу Вот Нет слова не могу Да Нет слова такого Я не могу Я не умею Слово не хочу Научиться Надо сделать Как-то Где-то Прямо Где-то Хитростью Но Всегда Их стараешься Чтобы они Начинали что-то Делать сами Вот Когда мы пришли На 9% К спонсору Говорим Спонсор У нас нет школ А он говорит Это ваш бизнес Мы говорим Да Он говорит Почему У вас нет школ Он говорит Так а мы маленькие Мы ничего не умеем Он говорит Ну берите книги Читайте Там все написано Понимаете Мы могли бы Пообижаться И сказать Блин спонсор плохой Но благодаря нашим спонсорам Мы научились Брать ответственность на себя Мы на самом деле На 9% поняли Что а кому Мы нужны Кому Кто за нас Будет зарабатывать деньги Спонсор нам дорогу показал Ну топтать-то нам Ногами по ней Спонсор показал Мы им благодарны За то Что они нам открыли Этот путь Показали Смысл этого бизнеса В нужное время На старте Пока не было Результата Они были с нами Ну дальше-то все равно До 9% уже Ну уже можно Самим менеджером идти Какие-то вопросы Решать Обращаться К спонсорам И дальше идти Поэтому чем быстрее Человек возьмет На себя ответственность Тем быстрее Он будет Развиваться Понятен план? Нарисуйте себе Такой план И И знаете Вот у вас прирост Вы уже знаете Если вы знаете Ваши показатели По среднему заказу Вы знаете Сколько вам нужно Пригласить новичков Чтобы со средним заказом Который есть При вашей данной активности Сколько вам нужно Новичков Понятно? Допустим Вам нужно 500 баллов У вас средний заказ 50 Ну то он Не станет вдруг Резко 100 Ну то он 50 Пока Сколько вам нужно Пригласить новичков В команду Чтобы По идее 10 Но если мы учтем Что не все из них Будут активны Если активность Составит 70% То мы еще Процентов 30 Сверху накидываем То есть примерно Допустим Там Да 13-14 человек При условии Что ты их отработаешь И они будут С 70% активностью Размещать заказы С средним заказом 50 У тебя прирост будет 50 То есть это можно Рассчитать На любом стартовом тапе Сказать Сколько конкретно Надо пригласить Как с ними надо отработать А какие задачи Перед ними поставить Ну вот в принципе Вот на этих показателях Все строится Вот это планы на бриллиантов Можно сделаю минутку Звонок другу Потом сделаю Антону В любой ситуации Всегда Вы должны В первую очередь Спрашивать себя Вы начальник Сам себе Себя спрашивать То что вы хотите То что вы ожидаете От своих Партнеров Вы спросите себя А я это Сам делаю Есть с вами лидеры Или нету Остановился Или кто Вы всегда должны Вы капитан корабля Вы всегда должны Находить решение И быть готовым Ко всему Просто идти И продолжать Поэтому Мы можем очень много Говорить красиво Мы сами Мы сами Не покажем Свой личный результат Что у меня новый партнер У меня Новая группа Да Вы пока сами Не начнете рассказывать Ваша группа Не услышит вас Не поверит вам Есть такой тренинг Говорят Покажите мне Указательный палец Указательный палец Пожалуйста Покажите Указательный Это вы умные Обычно Показывают То что показывают Вам уже Сказывали Что умные Понимаете То что вы делаете То и считывают То есть люди Читают Мимо слов Они читают Ваше Настроение То есть Насколько вы сами Если у вас прет Если у вас есть регистрация У вас есть новые ключи Партнеры У вас интересные диалоги Да Разве вам кто-нибудь скажет Что никто ничего не хочет А у вас сегодня регистрация Завтра вам кто-нибудь скажет Если вам никто не хочет Но вы рекрутировали Вас-то кто остановит Поэтому Вы задаете темп Всей команде И есть такое понятие сейчас А позвонили Антону Да Есть такое понятие сегодня Называется Вы под прозрачным колбаком Вы обозначились Миру Что я в Арифлейм У меня есть бизнес Обозначились своим знакомым И ждете Они наблюдают И ждут Когда у вас не получится Чтобы сказать Ну я же тебе говорил Понимаете Мы с Антоном Нам отказывали Я говорила До 15% Нам лидеры отказали У нас первый год Вообще лидеров не было Мы просто делали Вот ну Была масса Потребителей Не было То есть нам говорили Вообще тысячи долларов Не рассказывайте Людей распугаете Пожалуйста Только не рассказывайте Про тысячи долларов Вы это Ненормальные Но мы рассказывали Не верили люди У нас не было тогда Такого количества Директоров И истории И это было Вообще дикие деньги Доллары вообще Понимаете Но мы продолжали И шли И Вам нужно просто Дать себе обещание Делать Несмотря ни на что Потому что Квалификация Директор Она зависит Только от вас Вот реально Собрать 300 человек Помыть Ну простите меня Ну 300 человек Помылись Вы директор Какие проблемы Да Вопрос дальше Кого вы пригласили О чем вы рассказывали И как дальше пойдут Но Сделать Товароворот Директор Это можно сделать Правда Ну помыть 300 человек Можно Организовать Если это Организовать В две группы Это золотую Директор Вопрос Перспективы Уже Второй вопрос Сколько там Ключевых партнеров Да Насколько Это тоже Можно сделать Получается Если раньше Золотая квалификация Зависела От мотивации Моего партнера Который Вот я его зарегистрировала Дальше он сам То есть я ждала Если он на 15 Остановился Ну все Моя золотая Квалификация Будет ждать Пока он Будет мотивирован А сейчас Кто Мешает Дальше Продолжает Строить группу Никто не мешает Правда Сюда набросали 150-200 Сюда набросали 150-200 Ну что-нибудь там Где-нибудь Идут Но можно сделать Эту золотую Квалификацию Общение вопрос Сделали две Взяли новые группы Они к вам Сами придут С этим результатом Чем быстрее Вы делаете результат Тем быстрее К вам приходят Новые результаты Это закон Это закон Притяжения То есть надо Вот просто Через силу Взять И сделать Новый результат Ну что вы Стихнуть зубы Эти не хотите Вы не хотите Я все равно Пойду и сделаю Понимаете Я все равно Найду и сделаю Идти вот Уперто И на результат Начинают потом Люди идти Начинают идти Потоком 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 Я не знаю Они как Они все наблюдают И сейчас Не только Действие ваше Видно А еще более Бездействие То есть Если вы как лидер Позволяете себе Размещать статус Вы уже публичная Личность Вы там пишите Я на даче Там Помидоры сажали Я там Сегодня Там Не знаю Пиво пил Друзья Понимаете Вы не думаете Об эрихней То есть Люди Не пойдут за вами То есть Мы все равно Начинаем понимать Что на нас Есть эта ответственность И мы должны Расти Поэтому 80% успеха Результат того Что в команде Царит атмосфера подъема Сделали новые квалификации Гифнидер И к ним сами люди Поперли Сделали квалификации Родионов И к ним сами Идут каждый день Их находят Нас находят Понимаете Те люди Которые нам нужны Те люди Которые нам интересны Поэтому Расти надо Даже тогда Мы снимали ролик На днях Когда что-то Пошло не так Есть много Золотых директоров Которых Первые два Два месяца Вообще не было Ни одной регистрации Они сейчас золотые Ведь очень много Таких историй Мотивационных И сейчас мы расскажем Нас интересно Саша Был таким наблюдателем Как сказать Изнутри Все думают Такие бриллианты Такие умные Такие Очень организованные И он попал В наш дурдом Мы говорим Саша Мы снимем ролик С бриллиантами Только мы тебя Предупреждаем Ну Мы тебя сразу Предупреждаем Что бриллианты Это Очень Веселые люди Особенные Вот Ну короче Саша Я думаю Был в шоке Конечно То есть Это было очень весело Мы собрались С бриллиантами Один значит У нас ржет Второй психанул За третьим Побежали Четвертый Там вообще Лег Говорит Я вообще Никуда не пойду Вот Короче Антон говорит Это бриллиантов Это как выгуливать Стаю кошек Они вот Кто куда идут Все со своим характером Но в итоге Они все очень классные Потому что у них Всех свое мнение есть Я когда-то Мечтал Думаю Как же вот Парижаев Мне интересно Жизнь бриллиантова Директора Так вот Оснулся Спа пошел Там что там Массаж Жестивил Спину Промассировал Там да Там повар Приготовил Саша сейчас Посмотрел Как живут Бриллианты Ночью Ага С всякими Матерками Утром Там уже стучат Антон Мне сюда надо Антон Иди сюда Вот Куда-то побежали Куда-то прибежали Куда-то с телефоном То есть понимаете Ну такой вот Небольшой маленький Дурдом Ну это как бы Это нормально Поэтому я думаю Что Саша теперь знает Что бриллианты Это не харизма Это просто люди Которые всегда В этом деле Которые всегда с людьми Всегда с народом Кто-то звонит Им кто-то пишет Вот И вообще они в принципе Классные веселые люди Мы хотели бы вас Познакомить с ними Да Так и есть Сейчас мы хотели бы Чтобы вы Немножечко познакомились С нашим бриллиантовым клубом Часть его здесь присутствует На этом семинаре Часть держит оборону дома Да Как говорится Как в анекдоте Про старого еврея Кто в лавке остался Сара Поэтому Те кто держат оборону дома Это Бриллиантовые директора Долженко Лев и Галина Аплодисменты Давайте Перекладим Аплодисменты Аплодисменты Пообщаются Поделятся Давайте Тогда мы Все здесь Кого мы сначала пригласим Давайте Наверное По По мере появления В организации В нашей И Я тогда С удовольствием Хотел бы позвать На эту сцену Семейную пару Юля и Артем Гефнидер Давайте Поаплодируем И мы их увидим Увидим Вот они Это очень яркие Очень яркие Бриллианты Второе Продвижение Я хотел бы Наверное Знаете как Бриллиантам Вопросы не надо задавать Бриллиантам Просто нужно дать Микрофон И дальше Открывается Канал с космосом И самое главное Вовремя Этот канал Перекрыт То есть Отобрать Микрофон Поэтому Сейчас я Отдаю Микрофон Но Но Через Через 10-15 минут Я у вас Начну его Отбирать Ага Отлично Ну давайте Похлопаем Как бриллиантам Аплодисменты Какие вопросы Никакие Всем добрый вечер Вообще Все спят Наверное Уже устали Способность Воспринимать Информацию Какая Хорошая Так здорово Что все Мы здесь Сегодня Собрались Во-первых Вообще Всегда Очень здорово Когда Вот такой Микс Горы Солнце Песок Море И ты Еще и получаешь Такой Интеллектуальный Оргазм Еще и Гастрономический Все вместе В общем Поэтому Все молодцы Что приехали И я думаю Что это будет Традиция У нас Собираться В таких местах Потому что Это здорово Действительно Работает С утра Ты обучаешься Ветишь Ты развлекаешься И информация Которая Особенно поступает В кулуарах При общении Где-то С рюмочкой Чая Она Особенно Здорово Усваивается Вот Поэтому Такие встречи Чтобы Члены Бриллиантового Куба Но уже Не бриллиант Это важно Бриллиант Старший Бриллиант Это уже Неинтересно Следующая Степень Исполнительная Квалификация Поэтому Эти все Названия Старший Дважды Это как-то Уже Незаметно Прочитаю Вопрос Вот сейчас Посмотрела На молодого Человека Который Сидит В самом Начале С ногой У него Перелом Но Он с чувством Юмора Видимо Дружит Потому что Какие-то рисунки На этой ноге Уже Имеются Звезды Молодец Вообще Вот Пример того Что Такое Мотивация Да Когда У нас Человек Сидит Допустим На 9% Ну давайте Начну Что-нибудь Пещать 10 уроков На салфетках Вот Люблю писать На салфетках Накидала себе Кое-что Что хочу сказать Однажды Подходит Ко мне Директор И говорит Юль Пообщайся С моей Девочкой Она такая Хорошая Но вот Она такая Прям Супер Девочка На 9% Застряла Сидит Полгода Вот И вторая Похожая Ситуация Начинаешь Разговаривать Как вы думаете Вот Когда человек Застрял На каком-то Уровне О чем С ним Говорить Что ему Необходимо Ему Техника Какая-то Нужна Скорее Действительно Он просто Не знает Зачем Ему Это Надо Нет Мотивации Нет Цели Либо Ну Он так Говорит Что у Него Есть Цель Да А когда Начинаешь Задавать Правильные Вопросы Приходишь К выводу Такому Что Да В принципе Ему Нормально Живется То есть Он себе Надумал Что ему Хочется Дом За границей Еще Чего-то Оказывается У него Две Квартиры Есть Два Автомобиля В семье То есть Я так Прикидываю Что Ну Нормально Не голодает Человек И Зарплата Хорошая У него И у мужа Думаю Понятно То есть На самом деле Нет смысла Говорить В таких Ситуациях Человеку О системе Работы Давать Какие-то Фишки Фразы Шаблоны Ты вот Так Рекрути А ты Вот Эту Фразу Напиши Напиши Рекрутинг Будет Бесполезно Не будет У него Рекрутинга Даже Если Он Воспользуется Вашей Фразой Которая Вам Помогает А потому Что Просто У человека Уровень Потребности Удовлетворен Вот У этого Человека Неудовлетворен Уровень Потребности Он Ногу Сломал И сюда Приехал Не факт Не факт Вот Поэтому Вспоминайте Вот такие Ситуации Да Когда Когда Человеку Действительно Надо Он Он Горы Свернет Он Сделает Все И Я очень Люблю С людьми Разговаривать Именно Об этом Мне нравится Бизнес Молодости Ролик Про уровень Норм Видели Уровень Вашей Норм Жизненной Норм Я вообще Обожаю Эти мысли То О чем Доносит Этот Ролик Потому Что Если Ты не знаешь На что Потратить 200 тысяч Рублей Ты их Никогда Не заработаешь Они тебе Нафиг Не нужны Для тебя Это Какие-то Лишние Суммы Огромная Ответственность Страх Риск И вообще Страшно Вот Поэтому Что нужно Чтобы стать Бриллиантовым Директором Да Нужно Сначала Надеть Костюмчик Прочувствовать Вот Этого Да Как Это Так Жить На 150 На 200 250 Тысяч Рублей Мое Это Не Мое Написать Список Целей Написать Все Свои Хачучки Вообще Не важно Кто ты По жизни Сколько У тебя Образований Важно Каков Уровень Твоих Амбиций Пример Сегодня Ира Рассказала Про Артема Филимонова Практически Уже Заложенный Бриллиантовый Директор Пожалуйста Человек Без Образования Есть Куча Примеров Люди С двумя С тремя Высшими Образования Приходят И у них Не получается Они Много теории Уделяют Внимание А к действиям Так и не приступают Поэтому Первый момент О котором мы Час с людьми Говорим Это как раз О вашем Уровне Нормы Для кого-то Нормально Жить в малосемейке И человек Гордится тем Что он имеет Свою собственную Малосемейку Не в ипотеку Купленную А кто-то Мыслит в масштабах Красивого дворца И он не представляет Для него Уровень Нормы Это Ну как минимум Пятикомнатная Квартира Еще лучше Свой дом Меньше Ну тесно Просто тесно Не помещается Душа туда Есть такое Да Вот поэтому Самое главное Вот этот вот Уровень Норм Повысить Вот вопрос Задача Как это сделать Да Как Полежаева Всегда спрашивает Чем вы занимаетесь А он отвечает А моя работа Заключается В повышении Планки жизненной Вот это Самое главное Да Поэтому с одной стороны Может быть Есть какие-то Секреты Как эту планку Повысить Наверное Человек сам Киро Очень должен Захотеть Это сделать Я знаю Даже есть Такие тренинги У нас Ребята В городе Проходили Они Организовывались Девичьим коллективом И ходили В дорогие Бутики Примеряли Дорогие шубы Дорогую одежду Ну Уровень Нормы Да Свой повышали Заталкивали Себя Вот в эту Жизнь Более роскошную Что это значит Надеть на себя Накинуть шубу За 200 тысяч рублей Почувствовали это На тест-драйв Записывались Сидели Вдыхали Аромат Этой Кожи Свежайшей Сидели в безлом Кожаном салоне В мерседесе Это тоже возможно работает На кого-то Производит впечатление Ну наверное Проще приглашать людей С уже Соответствующей планкой Да Так гораздо проще Поэтому На сегодняшний день Как-то честно говоря Лениво уже Вкладывать время В людей У которых Ну Такая жизненная Планочка Уровня малосемейки И 20 тысяч рублей Хватает Сейчас уже приходит человек И ты уже мгновенно Считываешь информацию Да Кто он Что он Какие у него мысли О чем он мечтает О чем он добился И ты уже понимаешь Сколько времени В него нужно вложить Чтобы он стал директором В кого-то нужно просто 2 часа общения Даешь информацию готовую И он попер И как сегодня мы видели Да Девушка за 3 месяца Сделала результат А в кого-то думаешь Господи Это такой булыжник Который нужно Шлифовать 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 И вообще не факт Что ты его отшлифуешь Когда-нибудь Да Что когда-нибудь Этот булыжник Превратится в алмаз И вопрос Стоит ли вообще Инвестировать В свое время жизни Поэтому Для того Чтобы приходили Уже Наполовину готовые Алмазы С которыми Просто работать У которых есть Потенциал На бриллиантового директора Что нужно сделать Самому нужно Да Расти Самому нужно В себя Инвестировать Очень много И ежедневно Работать Как-нибудь Работать над собой Да Работать над собой Для того Чтобы Вот выйти На такой уровень Полета Где летают Вот такие птицы Да Чтобы орлов Можно было Поймать А если мы Сами находимся Вот там Где вы Совершенствуетесь Вы Сравнивая себя Сегодняшним С собой Вчерашним Видите изменения И вас И вас Таращат От этого Вот Все Это ваше Вы точно Здесь добьетесь Успеха Если Приходят люди И нам часто Говорят А я это все знаю А что третий раз Вебинар Про успешный старт Смотреть Ну и что Да вы все время Одно и то же Там говорите Есть у вас Новички такие Вот если Мне один человек Вот это сказал Я это уже Слышала Все Мне уже страшно Я думаю Крест на нем Прямо Вот уже ставлю Понимаю Что что-то Он не врубается Не хочет развиваться Вот Можете ответить На вопрос Как вы думаете Какова цель Обучения Любого Развития Еще Рост Обучаться Успех Ну вы вообще Крутые сидите Все правильно Говорите Новички часто Говорят Как Знания Получить Цель обучения Какие Приобрести знания Так нас в школе Потому что учили Даже Приобрести знания И Чтобы нас оценили Эти знания Наши оценили На самом деле Зарабатывают Здесь только Те люди Которые Приобретают Навыки Навыки Это все В нашем бизнесе За приобретение Навыков Люди платят Огромные деньги На тренингах Может быть Замечали Когда Допустим Семинар Такого-то человека Там столько Такая-то сумма Тренинг Тренинг Если там Работа в команде Работа в группах Тебя чему-то там Научат Они стоят Огромных денег Да Любые тренинги Они в разы дороже Почему? А потому что Приобретая Только навыки На практике Ты можешь Поменять Свою жизнь Только навыки Именно поэтому Новичкам Что советую 80% Времени Ты уделяешь Действия То есть Ты создаешь Поток людей В твою команду Ты приглашаешь Спонсора На встречу Встречи 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 По бизнесу Так Сопровожить Презентации Там Просто презентации В кафе Какие угодно Но это действия Должны быть И всего лишь 20% Ты уделяешь В своем бизнесе На что? На обучение На теорию Да Потому что Должны быть Действия сначала На полшага Опережающие теорию А потом Ты вечером Посмотрел вебинар На эту тему И ты подкрепил Свои действия Теории И тогда ты запомнил Хорошо Очень хорошее сравнение Нашего бизнеса С ездой на велосипеде Идеальное сравнение Да? Можно читать Три тома Войны и мир Четыре тома По-моему Как научиться Ездить на велосипеде Ну и что научишься Что-ли? В школе бы тебе поставили Двойку за практику Читал-читал Все Вызубрил Сел на велосипед Два Не поехал А идеально Сел на велосипед Вот так нужно начинать Вот так нужно стартовать Вот так нужно запускать Всех новичков Именно с такими новичками Мы работаем С теми Кто очень много Учится Думает Говорит Как это я Это Ну лохом Почувствую себя На презентации Если я приглашу знакомого Я же ничего не знаю Я говорю Да подожди Тебе-то ничего не надо говорить Я буду рассказывать Нет-нет Я так не могу И вот полгода учатся И так к действиям И не приступают А чем дольше Ты оттягиваешь Это вот Время Да Преступления К действиям Тем Сложнее начинать Потому что У тебя уже команда Сформировалась У тебя уже люди А ты все не можешь Никак начать Поэтому Успешные люди Люди Быстрых решений Успешные люди Люди Быстрых решений И действий Подумал Сделал И вот этот навык Надо Отрабатывать Каждый день Страшно Боязно А что делать-то Да Какой рецепт Избавления от страха Идти Молодцы Идти И делать Но только Кто-то боится Идет и делает А кто-то боится И не делает Вот нам надо Быть просто людьми Под номером один Такие навыки Очень-очень важны В нашем бизнесе Работа в команде Знаете Приходят в последнее время Предприниматели Ребята с доставком Интересные Такие Инициативные Но мне Еще учиться надо Работать в команде Предприниматели Они привыкли Все на себе Тащить Я сам Я отвечаю Все за себя И вот так же И в бизнесе Получается И мы учим их Работать в команде Что такое Работать в команде Да элементарно Когда ты находишься В скайп-чате Или в ватсап-группе Начни делиться Не надо Кучковать Свою команду И только там Прокачивать Свой чат Начни В общем чате Где все менеджеры Персональной группы Твоего лидера Директора Топ-лидера Где ты находишься Научись делиться Ты напиши один пост Какой-то интересный Свою фишку И ты уже научишься Работать в команде Ты научишься Отдавать Потому что Работать в команде Это уметь Как брать Так и отдавать Уметь работать По принципу Выиграл Выиграл Следующий навык Мы учимся Это навык Уметь мыслить Как предприниматель Мышление предпринимателя Мы даже не предприниматели А бизнесмена Потому что люди Работающие по найму И предприниматели Они привыкли Деньги видеть здесь сейчас Они приходят И говорят Через каталог А сколько я заработал А что в морковке Денег нет что ли А где мои начисления Я вот это вот сделал И что я Вот столько получил То есть Я никогда тоже не объясняю Почему Мы не считаем Эти копейки И не проговариваем На каком процентном уровне Сколько он заработает Я сразу учу его Мыслить Как бизнесмен Я говорю Смотри У тебя сейчас работает Мышление наемного работника Который просто привык Раз в месяц Чувствовать Вот эту вот Зарплата пришла Люди Миллионеры Миллиардеры Думают совершенно иначе Они готовы работать сейчас Чтобы увидеть В перспективе Доходы Высокие доходы У них есть видение Чего нету других Видение Поэтому Поэтому Думай Глобально Действуй Локально Да И на любой такой вопрос Да Я снова и снова повторяю Давай Размышлять Глобально То есть вот это твое Маленькое действие Сегодня Сделать 150 баллов Научиться рекрутировать Один рекрут В день Ходить на вебинары Что-то написать Ватсап-группе Вот эти маленькие действия Приведут тебя Через год Через два К тому, что ты задумал К тому, что ты написал Какие цели у тебя То есть Учимся Мыслить Как бизнесмен И Еще такой навык Как Выращивание лидера Тоже очень интересный навык Потому что Действительно Многие думают Только о себе Бывает Инфлис Заказывают Ну-ка Какая у меня там зарплата Какой у меня доход Так А что я там Все бонусы получу А что у меня в команде Люди получат Ну это Не всегда Волнует Я думаю Здесь не такие ребята Собрались Более того Я однажды Видела такой случай Когда Человек намеренно Сдерживал Рост группы Под собой Ну то есть Ну чтобы ему Больше начислили Да Чтобы больше отрыв Там не хватало Несколько Там сто баллов Что ли Чтобы человек вышел На 9% Она ему ничего не сказала Ну что-то Она выйдет на 9% Я меньше Объемную скидку получу Я говорю Да ты рубишь Сук На котором ты сидишь Да Потому что Мы все с вами Должны понимать От успеха Наших людей Зависит Полностью 100% Наш успех Даже бывает Забываем вообще Сколько зарплата Артем всегда знает Я не знаю Зарплата Наш доход Он мне столько Рассказывает В конце каталога Вот а столько Это нам начислик Потому что Действительно Важно Когда твои люди В команде Радуются Когда они получают Дополнительные бонусы Деньги Когда у них подъем Потому что Мы же все пришли С вами за пассивным доходом Да А пассивный доход Это Ну как минимум Бриллиантовые квалификации В нашей команде Вот Поэтому Это тоже Очень важный навык Уметь думать О других Людях Уметь Проживать Что ли Вместе с ними Их жизнь Встать на их место И подумать А что для него Сейчас важно Что им еще такое сказать Что порекомендовать Что посоветовать Такой навык Я закончу Давайте передам слово Своему мужу Артему Кудеру Я думал Что у меня в очереди дойдет Ну Я в общем Вчера же проводил Да Целые семинары На дискотеке Да Да Я думаю Там Много важных мыслей Многие для себя взяли Знаете Что бы я хотел сказать И наверное спросить Ребят Вот мы Находимся сейчас в отеле В котором Я не знаю Сколько здесь человек проживает Ну не наших Да И вот сколько Людей Персонали работает У кого Есть регистрация С отеля Кто рекрутировал В отеле У меня есть Но я в другом отеле живу У меня сегодня А Уже ближе к истине Смотрите как Почему я спросил А многие даже наверное не думали Что А кого-то можно и заэкрутировать Да Я же на отдых приехал На семинар учиться Знаете как Вот У нас Всегда Такое было Всегда Такое было Есть И будет Для нас Рекрутирование Рекрутирование Это Не Ну как Не работа Это не Что-то вот Так Сейчас я выхожу И иду рекрутировать Кого-нибудь на улицу Нет Мы живем так Мы Мы просто живем Я заезжаю в автосервис Рекрутирую Начальника сервиса Я заезжаю в парикмахерскую Рекрутирую парикмахера Заезжаю в магазин Рекрутирую в магазине Вот Я живу И рекрутирую Да Мы вот сейчас На семинаре А мне Люди пишут Работать хотят Ну там Регистрации Вот То есть Смотрите как У нас Такая позиция Что мы Всегда Рекрутируем Всегда Это ну как бы Нескончаемый процесс Судьба Это судьба Да Уже смирились с этим Моментом Вот Это раз Второе У нас такая позиция Никогда Ничего Никуда Не откладывать И не перекладывать И не передвигать Если ты можешь Это вот прямо сейчас Сделать Прямо сейчас Он делает То есть Допустим Надо к примеру Позвонить Там Ну какой-то технический вопрос Там с компанией решить Прямо вот сейчас Звоню Я не жду Я не Откладываю на вечер Или там Еще на когда-то Неудобно в электронку Зайти Позвоню тут же И решу вопрос Мы никогда Ничего не перекладываем Всегда Все делаем Вот По мере поступления То есть Вот пришла задача Тут же ее решили Тут же Тут же И Для меня непонятно Когда вот я Допустим Ну Есть такие ситуации В группе Да Когда человеку говоришь Там Тебе надо Написать письмо Там Вот такое-то Такое-то Ну там В компанию К примеру Да И я вот Человеку позвонил Сказал что надо Письмо написать Перезвонил ему Через час Говорю Ну что написал Да нет Я еще не дома Сейчас вот домой Приду И напишу ее Говорю Это что за позиция Это не предпринимательская Позиция Ты Ты просто Откладываешь все На потом И потом У тебя сваливается Вот такой вот Гора всего Да И ты думаешь Как же все успевать Да е-мое Как же все успевать Вот Поэтому Смотрите Ребят Всегда Ничего Не перекладываем Не откладываем Прям вот берем Сегодня Сейчас и делаем Да вот я Смотрю На ребят Они тут же Сфотографировали Тут же в инстаграм Дин-дин-дин-дин-дин И они не копят Там 20 фотографий Чтобы потом Сидеть Два дня И писать В инстаграм Да Ну то есть Как бы Вот такая позиция Что еще Что еще Я хотел сказать Что еще Я хотел сказать А Ну давайте Вот Что вы скажете Тем у кого нет Поддержки От родных И близких Людей Держитесь Хорошего настроения Как это Держитесь Денег нет Но вы держитесь Знаете как Вот Расскажу о себе Немножко Как у меня Это было Я когда Зарегистрировался В Reflame Я до Reflame Мастер спорта По борьбе Зарегистрировался Ну там Предпринимателем Строц Занимался И Был Заместителем Директора Управляющей Компании И когда Я зарегистрировался В Reflame Первая фраза Моей мамы Была Ты что Вообще Не в себе Тоже Поддержал Отец Сказал Еще Интереснее Он говорит Офигеть Сына растил 22 года Здоровый Мужик Пошел Косметикой Торговать Ты что Вообще Тебя там Зазомбировали Брат У меня До сих пор Мне говорит У тебя Аккаунт Скоро заблочат Ты ничего Не будешь Денеги зарабатывать Ну как бы Да По поводу Поддержки И понимаете Как Я когда Спортом занимался Мне тоже Очень многие Говорили Какое Первенство России Его побеждают Там Непонятно Кто там И так далее Ну вот У меня Наверное Броня 33 пачки Маргарина Назло Всем Все сделал То что мне Надо было Все сделал В спорте Победил Чемпионат России И так далее И точно так же Варифлэйм То есть Очень многие Мне просто Друзья Вообще С тобой Что вообще Я серьезно Говорю У меня Первый год Первый год Выше По-моему Девяти Да Я не поднимался Процентов Про дядю Про дядю Тоже Вообще Такая Курьезная Ситуация Была Подъезжаем Значит Ну у меня Дядя Он такой Бизнесмен На Мерседесе Ездит Ну такой Безделовой Занимается Похоронами Людей Рабы Колотит Винки Делает Похороны Организовывает Бизнесмен Крутой И он Подъезжает Значит На похороны Где мы встречаемся Только там Подъезжает Он на Мерседесе Мы тогда На Тойоте Карина Ну там Тогда еще Золотыми были Выходим Я здороваюсь Говорю Привет Ну дядя мой Он говорит Ну и что-то Разговорились Он говорит Чем занимаешься А это пусть гордость Грудь Расправил Колесом Говорю Я бизнесом В Арифлэм Занимаюсь Он так раз на меня Ну да Артем У меня тоже было плохо Когда-то И дворником я работал И охранником Подрабатывал Понимаете да Поддержка Такая Клевая Я разворачиваюсь Сажусь в машину Со словами Пошел Ты И все И мы уезжаем И я веду В машине Злость И просто Пара из ушей Просто вот Ну действительно Пара из ушей Еду И понимаю Что Так он вообще Он же ничего не знает Я ему звоню Тут же У меня же быстро Все решается Я же ничего никогда Не откладываю Тут же звоню Говорю Слушай Ты сегодня Как это Посвободней будешь Ты приезжай Ко мне надо поговорить Он типа Ну давай Давай Ну только я раньше Двух часов ночи Не освобождаю Там же Там же У них процедуры Там Бальзамирование Морги Морги Они там Сосуются Он подъезжает В 2 часа ночи Я говорю Я не сплю Мне завтра Мне на работу Поэтому все нормально Приезжает Он приезжает Я ему провожу презентацию Он вот с такими глазами После презентации Говорит Так Блин Ну Артем У меня вообще Время нет Мне вот Я в 6 утра Встаю В 2 ложусь Ну и вот Вот такой график Всегда А вот жену Я к тебе Обязательно приведу И вот Понимаете как Тут надо Вот у себя Вот здесь Победить Вот здесь Победить Свои какие-то Страхи Неуверенность Мы были Золотыми Директорами Ездили на Кайлине На Тойоте Кайлине У нас не было Квартиры У нас Ну вообще Ну что Мы тогда Зарабатывали Золотым 40 тысяч рублей Я уже не работал И Была такая Уверенность Вот как у танка Что это Бизнес Серьезный Я помню ситуацию Расскажи Да я расскажу Вы знаете Мне нужно Как-то Отобрать микрофон И тут еще Такой шанс Подвернулся Рассказать эту историю Поэтому Я попрошу Аплодисменты Для Юли С Артемом Ну вот Эту историю Я все-таки Расскажу Потому что Вы должны Понять Как они Успеха добились И насколько Ну Юля вот Своими секретами Поделилась А вот Секрет успеха Артема Я вам расскажу Значит Ну Представляете Что такое Тойота Карина Да Сколько она стоила Тогда Артемчик 200 тысяч рублей Такая поддержанная Иномарочка Она неплохая Но собственно До люкса Ей далеко И до новой Ей было далеко Историю 50-й Lexus Просто На низкопрофильном Литье Хромированном Так катит Потихонечку Артем бежит Стой Серега Стой Останавливается Значит Серега Открывается Дверь Там Браслет Такой Золото И Артем Говорит Короче Вот это Антон Иди сюда Короче Серега Ты вообще Неправильно Живешь Твой бизнес Херня Вообще Полная Вот сейчас Антоха Сейчас расскажет Вот Арифлейм Вот тебе Надо Арифлейм Понимаете Ну настолько Артем Сам верил Что вот этот Серега На 570 Неправильно Живет Что этот Серега Тоже Начинал Верить И многие Приходили На презентации И слушали И регистрировались И такие ребята На сегодняшний день Старшие Бриллиантовые Директора АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте мы с вами Я подходила После семинара От перерыва Ири Сказала Хочу вас Услышание Сказать Я сегодня Заново Влюбилась В спонсоров Я с таким Упоением Слушала Их То что Они говорили Первый раз Рассказывают 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 Но сегодня Какой-то Особенный день Был И я вообще Так Возгордилась Тем Что у меня Такие спонсоры Что я в такой Команде Мощная Спасибо вам большое Спасибо вам Что вы у нас есть Ну что ж Один Один камешек В оправе Мы с вами Разобрали Вы знаете У нас очень часто На первые ряды Садятся Очень эмоциональные люди Не знаю Как это так складывается Они бывает Плачут Очень Всегда смотрят Очень улыбаются У нас сегодня Все первые ряды По-моему Переплакали По чуть-чуть Вот Ну давайте Продолжим И Продолжим В хронологическом Порядке И пригласим На эту сцену Еще одних Участников Бриллиантова Клуба Команды Продвижения Но уже тоже Не бриллиантов Под ваши аплодисменты Семейная пара Родионовы Алена И Иван Вопросы Видите Звезды Мы не торопясь С ощущением Своей квалификации Это звезды На самом деле На самом деле Им есть Однозначно Что вам Рассказать Всем Здравствуйте Иван Что-то Хочет рассказать Спасибо Очень часто Так происходит На самом деле Вообще Я не знаю Даже Что еще Сегодня Можно добавить Трудный Денек был Мощный Ну смотрите Наверное Так Частично Историю Нашу Зацеплю Да Мы В этом Бизнесе Довольно Большой Промежуток Времени И у нас Тоже Было Время Когда У нас Не получалось Бизнес Строить Точнее Наверное Мы его Просто Напросто Не строили Мы Делали Вид Что Как Сергей Горел Ибд Ибд У нас Было Очень Многие Ибд Но Почему То Что Нужно То Что Говорили Нам Спонсоры Мы Не Делали И вот Когда Появилась У нас Мотивация В виде Будущего Ребенка Спасибо За Подсказки Да Вот здесь Сразу Захотелось Ну Не Захотелось Мы Просто Знали Что Нужно Делать Мы Просто Начали Делать Секрет Прост На самом Деле Мы Последнее Время Очень Просто Рассказываем Как Добиться Здесь Успеха Любой Человек Как Вы Думаете Если Он Пройдет 2000 Презентаций Будет Результат 2000 Презентаций Разным Людям Не Одному Конечно Будет То есть Он Даже Если Он Не Умеет Их Проводить Он Научится Он Научится Отвечать На Возражения Много Отказов Получит Первые 100 Презентаций Будут Ужасные Но Потом Получше И Таким Образом Он Станет Профессионалом И Он Найдет Я думаю Не Пять Не Шесть А Намного Больше Себе Включу Партнеров Команду С Которыми Он Уже Создал Свой Бизнес То есть На самом Делю Секрет Прост Нужно Просто Делать Но Это Уже Не Первый День Наверное Со Сцены Все Говорят Вот Что Еще Можно Сказать Ну И Конечно Учиться Этому Бизнесу Потому Что Многие Люди Приходят В этот Бизнес Думают Что Особенно Не Нравится Ну Напиши В двух Словах Напиши В двух Словах То То есть Тут Семинары Многочасовые И то Всю тему Не раскроешь Только Спустя Полгода Человек Занимаясь Этим Бизнесом Начинает Понимать Наконец Что Он На самом Деле Делает Спустя Год Он Думает То Что Полгода Назад Он Вообще Ничего Не Понимал И Так Из Года В год Происходит Общаешься С топ Лидерами Которые По 15 По 20 Лет В Людьми На Семинары Ездить Это Все Помогает Развивать Этот Бизнес Много Успешно Не Останавливаться Аплодисменты Рассказано Рассказано Пересказать Вам В инстаграм Сегодняшний Попост Кто Прочитал Про Мотивацию А Ну Мало Кто Прочитал Да Часто Часто Спрашивают Где Мотивацию Взять Для Того Чтоб Начать Что То Делать Как Поднять Попу С Дивана Много Всего Пишут Много Всяких Тренингов Много Слов Спонсор Конечно Может Сказать Но Вот Очень Простой Пример Представьте Взять Ежемесячный Доход У каждого Человека Когда В Рифле Приходят Какой То Он Уже Есть Просто 50% Откладывать В банк Ну Или Все Если Прям Сильная Мотивация Нужна И Все В холодильнике Кушать Нечего У Тебя Допустим В голове Один Источник Дохода Который Может Быть И Появится Мотивация Никаких Волшебных Вообще Слов Не Надо Тут 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 Ж Она Появится Да Согласны А то Мы Придумываем Ой А как День Распланировать Да Отдых Почему Все Умеют Планировать А как Рабочий День Распланировать Так Трудности Возникают Как На море Поехать Так Мы знаем Где Билеты Купить Во сколько Купить Насколько Вот Про трудности Еще хочу Сказать Да Когда Мы Росли Вот Когда Знакомые Говорят Да Ты Еще Ничего Не Заработал Чего Про Деньги Про Миллионы Не Говоришь А Сам Еще Ничего Не Заработал Вот Меня Лично Я Девятый Месяц Беременности За несколько Дней До родов Я их Рекрутирую Говорю про Что у нас Бизнес Клевый Зарабатывать Можно Много А они Мне На форумах Знаете Куда Начинают Одна Напишет И все И пошло Поехало Ой Посмотрите Всю страничку Мою Облазили У нее Одно Платье Миллионерш От Нашлась Я сижу Уже Просто Киплю От Злости Думаю Вот Дурочки Я же вам Докажу Ну да Доказала Клинит С каждой Зарплатой По новому Платью И не только И не по одному Но уже Ничего Не хочется Никому Доказывать Остается Только Благодарность Тем людям Что они Верили У кого Получается В бизнесе Кого Это Задорит И Дальше Дает Мотивация А кто Так Психологически Не справляется Человеку Тяжело Двигаться Дальше Вот Поэтому Пусть У кого Еще Финансовых Чтобы показать Можно было Справок Пусть Эти люди Наоборот Они Оказываются Благоприятно На ваш Бизнес Может Вопрос Какой-нибудь Есть Давайте Один Как мотивируете Новичка На первый Заказ Ну Как-то Никак Наверное Говорим Обычно Про выгоды Говорим Про активацию Говорим Про важность Заказа Ну Если Нет То Я Особо Никак Не Мотивирую Многие Директора И Уже Топовые Лидеры В нашей Команде С Ивановой Света С Лешей Мушаровым Первый Заказ Был 7 баллов Хорошо Что Был У некоторых Директоров Вообще Ему Не было То есть Для Меня Важно Чтоб Человек Не 150 Баллов Никогда Не смотрю Вообще Сделал Баллы Ну Как бы Так Если Посмотреть Не Фокусируясь Мне Важно Чтобы На Вебинары Начал Ходить Начинает Ходить Начинает Вникать Он Сам Понимает И Вперед Тебя Побежит И 200 Сделает И 500 Поймет Выгоды Была Однажды Такая Ситуация Звонит Девушка На Телефон И Говорит Вот Я С Такой Команды Я Рекрутирую У меня Есть поток Людей Бизнес Но У меня Есть Деньги Для Того Чтобы Даже Для Себя Покупать Я Лично Товарооборот Могу И Бэлнос Покупать Но Принципиально Я Буду Делать 15% Ну Вот Такой У меня Таракан Я Говорю Ну Че Делать Не Мотивирую За Тебя Ну Делай 15% Начинает Рекрутировать Недели Две Проходит Она Говорит У Как же Вырасти Это Дальше С Этой Поры У нее Лично Того Родом Все Нормально Стало Нет Волшебных Слов Действительно Понимать Чего Человек Хочешь Баллы На Сегодняшний День Или Потом Чтобы Он Топ Лидером К Твоей Командой Стал Ну И Еще Конечно Хорошо Те Кто 150 Баллов Выгодно Делать Выгодно Первый Момент Если У тебя Вообще Нет Денег То Тебе Вариант 150 Начинать Сразу Делать Потому Что Те Же Первая Скидка 800 Рублей На Дороге Не Валяется Если У тебя Вообще Нет Денег Вот Так Руку Согнуть Разогнуть Отдать Коталог Если Ты Этого Стремаешься Ну Как Это Наверное Глупо Так Что Делать Когда Активность Групп Падает Например Летом Зависит Даже Не Каталоги Также По Команде Я Смотрю Да То Если У Лидера Есть Личная Активность Соответственно Лето Не Лето Без Разницы Если Группа Выстроена Не На Продажах А На Лидерах Без Разницы Когда Сезон Не Сезон Вот Ну Если Активность Падает Она И Зимой Может В Какой Группе Падать Я Понимаю Либо Не Моя Недоработка Ну Либо Лидеры Немножко Присели Что Мы Делаем Дальше Даем Время Раскачаться Либо Если Лидеров Там Нет Просто Рекрутируем Лично Находим Новых Активность Падает Активность Падает У Не Активных Работать Нужно С Активными Когда Вы Работаете С Активными Бизнес Развивается Очень Быстро Мы Часто Рассказываем У нас Такая Историческая Справка Была Команда 20 Студентов Они Приходили Любили Приходить В офис Кто-то Там Делал Даже Заказы Но Никого Не Приглашали И Мы Свою Работу Как Спонсоров Видели В том Чтобы Заставить Их Начать Приглашать Людей В общем Мы Полгода Какая Наша Ошибка Была Нужно Было Просто Самим Встать Самим Пойти И начать Рекрутировать Мы Этого Не Делали Думаю Что У нас Есть Команда Есть Пять Человек Классической Презентации И Мы Обязаны Их Научить То Есть Проблема В этом Поэтому Если Вы будете Работать С теми Кто Работает Вам Будет Бизнес Строить Легко Ну И Вопрос По Поводу Все минусы Вообще Знаете Тут Недавно Проводили Встречу В Боднауле Ну И Начали Рисовать То есть Я начал Рисовать Классическую Систему Построения Пять на пять На пять На пять Ну И Спрашиваю Людей На что Похожее Меня Вырубили На укроп Говорят То есть Аграрий Дорвался До сетевого Вот Так Ну А я К вам Приближаюсь Да То есть Есть Морковка И рогатка Морковка Ну Это Классика Наверное Как мы Постоянно Работаем Не Классика Классика Морковки Когда Каждый Человек Начинает Строить Свою Группу Возможно Даже Не одну Мы Работаем Так Я Так Понимаю Рогатка Это Когда Все Команды Начинают Накидывать И Как Бинар Наверное Ну Так Казах Это Морковка Я Не Совсем Понял Не Обе Морковки Здесь В В В На самом деле Мы Я Просто Свою Позицию Скажу Да То Нам Все Работают По-разному Я знаю Какие Только Методы Построения Нету И Кто Работает До того Получается Ими Расти Это Здорово Здесь Каждый Человек Должен Сам Для Себя Решать Мы Работаем Начинаем Когда Топихаем Молую Группу Начинаем Рекрутировать Людей Не Обязательно Сон Регистрации Это Может Быть Три Может Быть И Десять Может Двадцать Регистрации Наша Задача Найти Лидера Одного Двоих Троих Бывает Достаточно Одного Которые Начинают Повторять Наши Действия То есть Пяти Действия Кучу Партнера Делает Каждый Каталок Заказ Рекрутирует Повещает Обучение Планерки То есть Когда Такой Человек Находится Мы Начинаем Работать На Его Результат Он Уже Рекрутирует Мы Помогаем Проводить Презентации Созваниваться С его Маличками И В какой-то Момент Можем Его Отпустить То есть Уже Мы Не Регистрируем Под него Людей Надя Садникова Я Ее Как-то Недавно На семинаре Спросил Сколько Регистраций Мы Ей Дали Она Меня Удивила Говорит Даже Три Три Или Четыре А я Думал Вообще Не Давали То есть Поэтому У нас Как сказать Да Мы Регистрируем Помогаем Регистрациями Но Не Приучаем К этому Людей Своих Вот Ну а Здесь Уже Выводы Делайте Сами Как Вам Интереснее Работать Плюсы Минусы Плюс Какой На первом этапе Когда у тебя Команды Нет Ты ее Создаешь Ты Людей У тебя Как Рычажок Мотивации Давай Ко мне То есть Тебе Еще Будет Помощь Ты Будешь Увидеть Команды Ключевых Партнеров И Это Посинение Регистрировать В группу Под лидеров Не вижу Смысла Потому что Ну и просто Их слабее Делать Они и сами Это смогут Можно Выстроить И упереться Если в рекрутинг Из-за каталог Директора Можно 22% Накосить В принципе Реально Если полный Рабочий день Работать Как на обычной Работе А что Толк Там Лидера Не будет Головой До директора Не дорасти Потому что Это Не тянет Там окажется В этой группе Которые Прямо Так Сразу Все За год Головой Доходят А он За месяц Вот Поэтому Как работаем Три ключика Нашли Смотрим Уже По ситуации Есть поток Людей Начали Регистрировать Все Ожидаем Пусть у кого-то Медленнее У кого-то Быстрее Как у Нади Санниковой Все же С разным Жизненным Опытом Переходим Нужно От этого Отталкиваться Вот А Что еще Хотел сказать Я Всегда У меня Спрашивают А Мне спонсор Не помогает Регистрациями Я говорю Как ты хочешь Расти Быстро Или медленно Он говорит Быстро Я говорю Ну Мы как бы В принципе Неплохо Выросли У нас Не была Регистрация Спонсора Вот Поэтому Ты же хочешь Быстро Расти Давай Ну Это на самом Деле Так Берешь На себя Ответственность И Все И Вперед Есть Такая Фраза Помогает Тоже Не рассказывает Вообще Есть такая Фраза Помогает Когда Были В коем случае Когда Ну Майчук А мне Спонсор Не регистрирует Есть Да Глаза Даже Некоторые Закатили То есть Есть Значит Проблема Такая Да Фраза Очень Очень Хорошо Работает Я Говорю Забыл Сказать Ты Глаза Увидел Просто Смотрите То есть Когда Человек Задает Вопрос Почему Под меня Спонсор Не Регистрирует Я ему Говорю Слушай Вот я Сам Лично Начну По тебе Регистрации Делать Как только Убежусь Что ты Все Бросил Этот Бизнес Мне Мне Нужно Найти Лидера Который Будет Строить Этот Бизнес Самостоятельно Пока Что Я В Тебя Верю Вот Как Только Я Тебя Потеряю Как Человека В Которого Верю Я Под Тебя Начну Регистрируется С тем Чтобы Найти Другого Этузиазм В Глазах То есть Ну На самом Деле Я Этим Не Занимаюсь Это Это Не Ложь Я Друзья Большие Знаете С какими Людьми Нам Приходится Каждый День Работать С какими Уникальными С какими Образованными Алена С Ваней Еще Через Этаж От нас Живут У нас В доме Вообще Какое-то Скопление Просто Дикая Энергия Рефлейма И сейчас Для того Чтобы нам С ними Увидеться Нужно Одеть Тапочки И Нажать В лифте Цифру 3 А Чтобы им С нами Увидеться Нажать Цифру И Все Друзья Мои Ну Давайте Мы С вами Перейдем К следующему Драгоценному Камушку И Мы С вами Сейчас Пригласим На сцену Еще Одну Семейную Пару Еще Одних Лидеров Которые Ну Не знаю Как-то Раньше Мы Говорили Наши Хорошие Друзья Сейчас Мы Уже Как бы Весь Бриллиантовый Клуб Он Какой-то Семьей Стал Возможно Как Ирина Сказала Семьей Немного Сумасшедших Но Тем не Менее Ну Знаете Как Семью Не Выбирают Какая Есть Поэтому Ну Вот Мы Бриллианты Все Такие Посреди Ночи Можем Проснуться Пойти Крутировать Кого Нибудь И Давайте Встретим Нашими Аплодисментами В квалификации Бриллиантовых Директоров Егармины Вероника И Дмитрий Наши Лидеры Очень Сильные Лидеры Правда Привет Привет Мы по вопросам Или Свою Тему Рассказывать Ну Смотрите Друзья Мы яркий Пример Наверное Того Что Все Рано Налекознан Семь Получится Поэтому В этом Бизнесе Уже Семь Лет Да И Когда Мы Пришли В этот Бизнес Я Сначала Пришел В этот Бизнес Я Очень Сильно Загорелся А вот Моя Супруга Со Своим Бизнес Партнером Долган До мной Рышали Да Вот Часто Мужчины Над Сломались Стереть 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 Мужчины Над Женщинами Обстегают А у меня Наоборот У нас Батарей Батарей А Рост А Несмотря То Что Бизнес Женский Я Был Тот Мужчина Который Пришел В этот Бизнес Заниматься Вот Первые Три Месяца Я Занимался Занимался И Результат Могу Равен Нулю Вот Я Тот Человек У Которого За Три Месяца Была Одна Регистрация Без Заказа Вот Это Мои Первые Три Месяца Работы В Бизнес И Как Я Сейчас Вижу Большинство Людей Переходят И Читали Я думаю Такое Потому Что У людей Очень быстро Мотивация Спадает У людей Очень быстро Что-то Все Опускается Спасибо И В итоге Мы Видим Как часто Быстро Люди Бросают Я Был Тот Человек Который Не Бросал Может Потому Что У меня За плечами Был Опыт Ведения Своего Бизнеса Я Очень Долго Занимался Разными Предпринимательствами И Супруга Моя В итоге Потом Стала Тоже Предпринимателем То есть До Респоем Это Все Было И Я Той Человек Который Прошел Огонь И Воду Два Разорялся И Для Меня Алис Уэй Это Был Нормальный Бизнес В котором Если Ты Работаешь В Ноль Это Значит Плюс Вот Для Предпринимателя Ноль Это Плюс Кто Предприниматель Тот Поймешь Да И Для Для Я Было Нормально То есть Нет Результатов Ну Ничего Страшного Зато Не Минус И Вот С Таким Отношением Да То есть Намного Проще Было Строить Этот Бизнес То есть Смотрим Как На Предпринимательство И так Далее Второй Момент Да Нужно Что Думать И Я Себе Не Боюсь Я Себе Начал Говорить Это Бизнес Сложно То есть Многие Делают Ошибку Я вижу Новички Приглашают Говорят Давай К нам Ничего Делать Не Надо Вообще Тут Я Вообще Детку Построю Да Вот То есть Под тебя Будет Куча Людей Зарегистрировано Вот Наверное Ошибка Бояться Говорить Людям Что Бизнес Сложно То есть Я Не Боюсь Людям Говорят Да Бизнес Сложно Именно Поэтому Мы Хорошо Зарабатываем Именно Поэтому Ты Можешь Прийти Здесь И Стать Таким Человеком У Которого Будут Навыки И Ты Будешь И Готов Делать То Что Другие Не Хотят Как Известно Если Ты Делаешь То Что Другие Не Хотят То В итоге Ты Получаешь То Другие Не Могут Получить Поэтому Мои Рекомендации Не бойтесь Говорить Людям Бизнес Сложный И Более Того Если У Человек Быстро Получается Вначале На Первом Этапе Для Меня Это Скажем Меня Это Пугает Что У Людей Быстрый Результат Потому Что Я Знаю Рано Или Познно У Человек Будет Трудности Рано Или Познно Который К К Пришел С Трудностями И Сможет Лих Он Преодолеть Или Нет Вот Мне Нужен Этот Момент Понять Потому Что Очень Много Примеров Когда Человек Приходит Делает Быстрый Результат И Даже На Высоких Уровнях Трудности Его Останавливает То Вы Не Представляете Когда У Человек Золотой Директор И Трудность Остановила А До Этого У Него Все Легко Шло До Золота Выскочил Наступает Момент Наступает Трудность И Человек Находит Причины Почему Этот Бизнес Не Работает И Так Далее Неважно На Каком Уровне Понятно От Дохода Это Зависит Но Чем Раньше У Человеков Появились Вот Эти Препятствия И Чем Раньше Он Начал Преодолевать Тем Виднее Лидер Становится На Первом Этапе Поэтому Я не боюсь Если У человека В начале Трудности Если У него Люди Не приходят Приходят Не регистрируются Регистрируются Но не делают Заказы Или Регистрируются Делают Заказы Но Никого Не приглашают Чем Больше Эти Ступени Он Прошел На Первом Этапе Тем Лучше Тем Закаленнее Становится Поэтому Не Пытайтесь Ограждать Людей От Трудностей Все За Них Делать Наша Задача Как-никак Выращивать Лидеров Наша Задача Как-никак Делать Людей Сильными Самостоятельными И поэтому Нормально Смотрим На то Что у человека Что-то не получается Да Это бизнес Сложно Рано Или поздно У тебя Должно Получиться Потому что Этот навык Который У тебя Еще нет Ты его Освоишь И у тебя Появится Следующая Трудность Позитивно По идее Я как людям Рассказываю Смотри Ты Сейчас С какой-то проблемой Столкнулся Он говорит Я приглашаю Никто не приходит Я отлично Говорю Знаешь Что дальше Будет Я говорю Дальше Будет Следующее Ты будешь Приглашать Люди Будут Приходить Но Никто Не Регистрироваться Он говорит Ой А потом А потом У тебя Будет Следующая Трудность Люди Будут Приходить Регистрироваться Но И делать Заказы Если Ты На этом Этапе Не бросишь У тебя Будет Следующая Трудность Люди Будут Приходить Регистрироваться Делать Заказы Но Никого Не Приглашать Заметь То есть На этом Уровне Ты Еще Ничего Толку Не Зарабатываешь А Тебе Лучше Подняться Надо А Дальше Будет Люди Приходить Регистрироваться Делать Заказы Приглашать Но У них Никто Не Приходит И Вот Так Будет По кругу Занцикливать Да И Вот Так Вот По кругу Если Ты Решишь Сейчас Эту Проблему Ты Поможешь Потом Своим Людям Решить Точно Такую Же Их Проблему И В итоге По идее Я вижу Так Получается У кого-то Быстро Пролетает У кого-то Медленнее Пролетает Но Рано Или Поздно У нас Получаются Какие-то Трудности И В принципе Они Одни И Те То Если Начинаем Лидеров Слушать У всех Там Какие-то Проблемы Были И В принципе Они Примерно Одинаковые Так что Рано Или Поздно У всех Все Получится Я Хотела Тоже Раскрыть Секреты Нашего Роста Я Думаю Что Интересно Может Быть Рассказывает Вы Знаете Мы Семь лет В бизнесе И За Четыре Года Первых Четыре Года У нас Получилось Построить Две Директорские Группы И Сейчас Этих Двух Директоров С нами Нет То Есть У кого Люди Вообще Уходили Из Бизнеса Я Думаю Что У всех Вот У нас Ребята Уходили Директора То Есть Этих Двух Групп У нас Нет Вообще То Есть Ноль Балов И Вот Знаете Есть Такое Психологическое Понятие Как Точка Невозврата Это Означает Что Если Вы Приняли Какое Решение То Не важно Что У вас Стоит На пути Вы Все равно Будете Бить В эту Цель Пока Вы Не Добьетесь Результат И За Последние Три Года Ребята У нас Появились Наши Шесть Директоров То По сути Уровень Бриллиантов Директора Мы сделали За три года С Новыми Людьми Постоянно Чему-то Участь У наших Лидеров У наших Спонсоров И Второе Что Нами Всегда Двигало Когда Мы Поняли В какую Команду Мы попали Нам Довелось Работать И Сейчас Мы работаем С нашими Удивительными Спонсорами Это Семьей Долженко Семьей То есть Это Лев и Галина Долженко Это наши Спонсоры Любимые Я пришла На Галину Дима Пришел На Льва И Это Наши Еще Одни Спонсоры В бизнес Это И И И Антон Долженко Да То есть И У меня Всегда Была В голове Такая Мысль Вот Знаете Что Есть Какой То Уровень Нормы И Вот Для Нашей Команды С Такими Великолепными Очень Сильными Абициозными Спонсорами У меня Всегда В голове Стояла Планка Это Минимум Бриллиант То есть Я Своим Спонсорам То Что Они В Мы Передаем Нашим Ребятам Да То есть Мы Передаем Нашим Лидерам И Какие У нас Вот Сейчас Понимания Да То есть Возникли То есть Как Мы Сейчас Работаем Вот Мы Открыли Уровень Бриллианта И У нас Все Спрашивают Вы Наверное Устали Знаете Вот Если Вы Строите Бизнес С Правильными Людьми То Вы Не Устаете То То есть Вам Бизнес Вообще В кайф Мы Начали Сейчас Очень Тщательно Отбирать Людей Сразу На первом Этапе То есть Мы Начали Тестировать Людей То есть Если К Вам Пришел Человек Если Вы Ему Донесли Мысль Зачем Ему Этот Бизнес Да То есть Что Он Здесь Получит То есть На первом Этапе Мы Проводим Очень Серьезный Разговор За Жизнь Чтобы Человек Понял А зачем Правда Мне Это То есть Он Действительно Будет Делать Он Будет Понимать Что Для Себя Делает Не Для Нас То есть Не Для Спонсоров И Второе У нас Понимание Возникло Что Первое Нам Нужны Люди Которым Самим Нужна То есть Люди Нам Нужны Абициозные Которые Действительно Хотят Не Три Рубля Зарабатывать А Очень Много Зарабатывать И По сути Если Они Поняли Суть Бизнеса Дальше Этому Человеку Вы Только Показываете Дорогу Они Сами До Нее Дойдут И Мы Всегда Говорим Что Ребят Вот Мы Вам Передаем Все Что Мы Наработали За этот Период Вы Должны Добавить Своё И Вы Должны Быть Лучше Нас То есть Это В общем То Эволюция То есть Придумали И Сейчас У нас Тоже Секрет Нашего Роста У нас Сильные Амбициозные Лидеры Которые Работают Сами Которые Сами Выполняют Квалификации Которые С 9% Сами Проводят Планерки Которые Сами Что-то Придумывают То есть Сами Делают Рекрутинг И так Далее И так Далее То есть Все Наши 6 Директоров Это Очень Классные Ребята Которыми Мы Очень Гордимся И У нас Еще Есть Один Секрет То есть Мы Тоже Смеемся Нам Везет На Иванов У меня Есть Такая Мечта То есть Как Нибудь На сцену Вывести Наших Иванов Потому Что У нас Практически В каждой Директорской Группе Есть Очень Успешный Иван И Я не Знаю Мы Специально Не рекрутируем Иванов Но у нас Так Получается Первый Директор Это Иван Родионов С Аленой Второй Директор Это Иван Панин С Женей Сейчас У нас Выходит Третий Директор Иван Борисенко Иван И Ольга В четвертой Ветке У нас Иван Очень Классный И в пятой Ветке У нас Тоже Классный Иван Который Я просто Уверена Что Тоже Будет Директор В общем Мы бизнес Строим Ребята На Иванов Короче Если Вы Начинаете Презентацию Человек Здравствуйте Меня зовут Сергей Иди Ты Не подходишь Аплодисменты Нашим Бриллиантам Спасибо Вам большое Друзья Спасибо Большое А я Если честно Горжусь Сижу Знаете Вот бывает В детском Садике Сидят Родители Смотрят Как детишки Там В розовых Юбочках Танцуют Вот смотришь На родителей Они там И вот И просто Вот я сейчас Сижу Смотрю И мне так Радостно Ну и остался Как вы видите У нас еще один Сегодня Упомянутый Несколько раз Энерджайзер Мотор Просто Двигатель Лидер Супер Лидер В открытой Квалификации Бриллиантового Директора Вчера Мы фильм Снимали Сидим У подножия Горы Говорим Смотрите Там крепость Генуэзская Вот есть Быстрый путь Вот такой Сложный Такой Опасный Но так Быстрый Такой А есть Дорога Такая пологая Длинная Но тоже Может довести До крепости И лошадь идет На Надю Смотрим А кто-то На лошади Может скакать Что вы думаете Надя заскочила На эту лошадь Мы там Короче Все Упали От хохота Не все Не все Надя У нас Скочет На лошади Отлично Поэтому Встречаем Бриллиантового В открытой Квалификации Бриллиантового Директора Надежда Сальникова Человек Который Соскочил На лошади На эту Квалификацию Сейчас Вы сядете И ее Станет видно Всем привет Как слышно Поставьте Квалификации На самом деле Все все сказали Мне можно просто Присоединиться К словам лидеров И наверное Отпустить вас На ужин Я немножко Наверное Пообщаюсь Вообще Конечно Приятно Находиться В Крыму Я год назад Была здесь В квалификации Старшего менеджера Представляете Ребят Есть здесь Старшие менеджеры Ну может быть Там менеджеры 15-18 процентов Да Есть Представляете Ребят Вот год назад Я была в квалификации Похожей как вы И я даже И не думала Что год спустя Я буду Год спустя Я буду стоять Здесь на этой сцене Перед вами В квалификации Старшего золотого директора Я кстати По пути Вот маршрутки Не маршрутки Ехали сюда Мы в автобусе В микроавтобусе И как раз Я закрыла квалификацию Старшего золотого директора И вот Получается Сейчас Квалификация Квалификации Старшего И грилантового директора И вот Мы вчера Когда Брались Лидерами Крепость Мы ездили вчера В судах Снимали там Видеоклип как стать бриллиантом, ну и, собственно, у подожья. Мы только сценарий писали, как выяснилось, надо было все сделать экспронтом. И да, и вот сказали правильно, ребята, мы увидели этот путь, и я сказала свое мнение, говорю, ну да, кто-то идет так, кто-то так, а я на коне. А давайте запишем, как я на коне. Антон упал такой, все, просто в обмороке. Да, ему стало стыдно, ему стало стыдно за коня. Аленка там уже ролик выложила, как я на коня села, и я не могу, он не едет. Потому что конь здоровый, он меня просто не чувствовал. Я там по лагам одной ногой, второй ногой конь не едет. Но ничего, метров пять он все-таки проехал. Я не знаю, будет ли это в ролике, но я попрошу Сашу, чтобы он мне все-таки этот ролик сделал с конем. Я уже говорил, за цикл это по-русски, по-русски. Да, да, ребят, на самом деле, действительно, все до уровня бриллианта идут своим темпом. И вот мне хотелось бы, конечно, чтобы вы не думали, что вы как-то медленно идете. Кто-то идет быстро, а кто-то идет медленно. Все идут по-разному. Просто все сюда приходят со своим багажом, со своим рюкзаком за плечами. Да, это опыт. А опыт дорогого стоит. Вот когда-то я пришла в банк. Я 10 лет в банках отработала, да? И я помню, я пришла в Альфа-банке в отдел ипотечного кредитования с потребительского кредитования. Там мы выдавали кредиты на точках, то есть, может быть, знаете, да, там, беготня за людьми, оформить у нас кредит. Там много очень разных банков. И такая работа, знаете, надо урвать. Вот я в продажах была. И для меня продажи, ну, это вот, знаете, очень просто. Продавать. Не важно, где там валенки продать или бизнес банковский, или бизнес в компании Reflame. Вот. И я пришла, и мне спросили, какую зарплату хочешь? Я говорю, 20. А я получала до этого, ну, там у меня оклад был 7 тысяч, и плюс сколько наработаешь? Ну, со всеми там плюшками выходило 17-20 тысяч. Ну, это надо было наработать. А тут оклад. Мне говорят, сколько хочешь? Я говорю, 20. Ну, это вот все, это вот все мои, наверное, амбиции, эта сумма удовлетворила на тот момент. И потом мы с директором общаемся, у нас сложились хорошие отношения. Мы пошли куда-то там в кафе. У нас какой-то был такой рабочий какой-то там, не знаю, там, тимбилдинг или корпоратив. И он говорит, я говорю, что как-то по зарплате, вот в других регионах, там, на моей должности специалист там получает 25, кто-то там получает 28 тысяч. А он говорит, а вот если бы ты сказала там 25, я бы тебе дал 25. А тут сказала 20, ну, мы тебе 20 и дали. То есть, вот, понимаете, каждый банку ставит себе свою. Поэтому вот тот опыт, который я получила когда-то, да, он дорогого стоит, я с ним пришла. Поэтому вот для меня, например, продавать здесь бизнес, не продукт бизнес, казалось очень просто. Потому что обладая этими навыками продаж, которыми у меня за плечами есть, то есть навык техники продаж, я часто этот тренинг, да, у меня он на канале записан, как вот правильно доносить информацию, как выявлять потребности, как правильно формировать бизнес-предложения, как отрабатывать возражения. Собственно, и как факт, как следствие, это уже регистрация в сделку в компанию, да. То же самое, что когда-то я продавала кредитные продукты, поверьте, это намного сложнее, чем здесь вот в Арифлейме, намного сложнее. Если раньше, например, в банке мне надо было увеличивать кредитный портфель, чтобы получать доход в 50 тысяч рублей примерно на 50 миллионов, представляете? Вот тебе не нужен кредит ипотечный? Нет, он тебе нужен. То есть, понимаете, это намного сложнее, и вот среди банков очень большая жесткая конкуренция, плюс ставки постоянно падают, растут. А ты такой, знаете, ты такой добытчик, ты продвиженец, и попробуй ты скажи, что ты вот не можешь. Никто тебя в банке не будет держать, тебе покажут дверь и попрощаются с тобой. А здесь, когда возникают сложности у наших растущих лидеров, и они говорят, в доступе 50 баллов, это много. Мне сразу хочется сказать, иди в банк, хочешь быть главным специалистом в Газпромбанке, увеличивай кредитный портфель на 50 миллионов и получай зарплату 50 тысяч. Или здесь, да, организуй бизнес, организуй свой личный товарооборот 150 баллов и научи своих лидеров, растущих, делать то же самое. По сути-то, ну, если вот так вот по-простому говорить, да, то для меня, например, это вообще абсолютно несложно, и я с такой же легкостью стараюсь своих партнеров обучать вот такой же подачи. Наша задача сюда прийти в бизнес и организовать свой бизнес и подходить ко всему с позиции организации. Не просто сделай сам, это очень просто, взять и купить, да, выложить деньги. Или там не просто самому рекрутировать. Твоя задача как предпринимателя организовать, организовать поток людей в свою команду, потому что ты сам научился, будь добра научить свою команду сделать то же самое. Ты сам научился организовать себя в обучении, организуй обучение в своей команде. И чем скорее ты возьмешь на себя ответственность, тем скорее твой бизнес будет самостоятельным. И чем скорее ты найдешь в своей организации лидеров и, скажем так, поставишь их на пьедестал и скажешь, ты все сможешь, я смогла, и ты сможешь. Ты хуже, как я, ты даже еще круче. У тебя одна голова, как у меня две руки, две ноги, там кто-то приходит с семьей, у меня вот супруг больше там с детками, я вот, знаете, сама, да, то есть ты сам и там рекрутируешь, ты сам первые встречи проводишь, вторые, ты же там и встречи в офлайн проводишь, там ты же на семинар поехал, да, то есть вот кому-то даже проще. Я не жалуюсь, ребят, поэтому, когда вы приходите в этот бизнес, ваша задача просто понимать, что это ваш бизнес, и не надо его перекладывать на своих спонсоров, кто-то что-то кому-то должен, никто никому ничего не должен. Поэтому чем скорее примите на себя, возьмете на себя решение, тем скорее ваш бизнес будет двигаться, ну, такими большими быстрыми тембами. Поэтому вот после семинара самое важное не оставлять все долги в ящик, а постарайтесь вот все, что вы сейчас взяли, не просто резко поменять свою систему работы, а немножко добавьте, улучшите, и делать это нужно сразу, потому что мотивация, она, знаете, как говорят, 48 часов мотивация длится, да, но с семинара ее хватает на дольше. Поэтому я вам рекомендую посещать все лидерские мероприятия от ваших спонсоров, от, может быть, от компании. У меня лично мотивации своей хватает, своей дури хватает, да, но тем не менее я все поездки, которые компания дает, которые лидеры, я всегда их посещаю. Я вообще люблю в Барнауле собирать свои вот там партнерские встречи, я от них больше мотивируюсь. Я возбуждаюсь, когда мои партнеры горят глазами, когда у них есть цели, когда что двигает, это уже меня двигает. Когда-то меня двигал в Египет, когда я пришла, да, и моя задача в Египте была, ну, я поняла одну вещь. Ладно, я слетала, да, я там, я знаю, что поеду там и в Сочи, и в Кипр. Моя задача была приехать и зажечь, замотивировать моих партнеров. Это была правильная позиция. То есть, когда я приехала, я просто все, я сказала, ребят, нужно быть там, Турция сейчас, неважно, Сочи, нужно там быть. И когда мои партнеры сейчас приехали, вот Танюшка Пахомова, Васильевы мои, Таня Дударева, Света Санькова. Я вижу, насколько их там распирает, что у ребят, что меня распирает еще больше, когда мои партнеры. Ну да, у нас просто эмоциональный спонсор Ирина. Я помню, мы с ней на Ольге Кибис такие сидим. Сначала я там сплакнула на сцене, потом смотрю Ира там тоже. Ну, как говорят, татасины не родятся апельсины. У нас такая эмоциональная команда. Я вообще люблю свою команду, я очень рада, что я в продвижении. Своих люблю спонсоров. Я пришла к Родиончиков. Мои спонсоры и Гармин, и Вероника, и Дима. И, конечно, я считаю своими родителями семью Долженко. Любите свой бизнес, ребят. Самое главное, чтобы вы приходили в Арифлейм, не на работу, чтобы вы приходили, чтобы вы жили Арифлейм. Это, наверное, самый большой секрет, почему у меня идет рост. А потому что я живу с Арифлейм. Я просыпаюсь с Арифлейм, я засыпаюсь с Арифлейм, я путешествую с Арифлейм. И я хочу, чтобы вы такую же волну словили и двигались все время дальше. И самое главное, ребят, будьте голодными до знаний, до новых партнеров, до новых лидеров, до возможностей, которые компания дает. Потому что она реально дает уникальные возможности. И самое главное, они безграничны. Поэтому берите по максимуму. Ну и все, и до следующего. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, друзья. Такой большой и насыщенный день подходит к концу. И нам осталось всего лишь два дела. Нам осталось поблагодарить две категории людей, которые, наверное, сделали возможным все это. И, во-первых, я хотел бы, чтобы мы с вами поблагодарили всех спикеров, которые были все три дня на этом семинаре, которые работали для вас. Начиная с первого дня и заканчивая сегодняшней бриллиантовой командой. Поэтому давайте аплодируем. Это первая категория, да? Вторая. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами поаплодировали вам. Стоп, нет, себе мы будем по-другому аплодировать. Ведь вы тоже молодцы. Ведь вы нашли возможность быть здесь, нашли вариант, нашли, возможно, какие-то сложности останавливали вас. Возможно, финансовые, возможно, какие-то семейные. Но вы все здесь. Это очень круто. Поэтому вам мы будем аплодировать по-особенному. Давайте так. Включите фантазию. Уберите смартфоны. Уберите. Вот Саша снимает на профессиональную камеру. Зачем вам лишаться этого кайфа? Освободите ручки. Освободите свои ручки. Представьте, ну я не знаю, давайте представим. Там, ну на ужине же мало людей, да? Мы никому шок в шок не введем. Давайте представим, что мы с вами представим. Пятитысячную. Представили пятитысячную бумажку? Вот прям представьте, такая она хрустящая, новенькая. Есть, может, у кого-нибудь пятитысячная? Покажите, мы на нее посмотрим. Она такая хрустящая, новенькая. Там какая она у нас? О, Влад, давайте смотрим вот сюда. Вот такая оранжевенькая. И вот такая полосочка одна блестящая. А теперь представьте, что когда вы будете аплодировать, зажимая руку, у вас начинает работать денежный станок. И там появляется пятитысячная. Вы разжимаете, а она такая, знаете, неровно, вот так вот кривенько падает к вашим ногам. Вы снова так делаете, и еще пять тысяч. И снова, и еще пять тысяч. А потом вот, когда мы их много нахлопаем, потом будем подбирать. Потому что обучение именно в этом и заключается. Вы сегодня печатали себе будущие деньги. Поэтому, ну, все зависит. Сила и величина ваших аплодисментов зависит от вашей природной жадности, конечно. Поэтому давайте проверим. Подготовились? Давайте прогреем станок. Да, правильно. И начинаем печатать. Не знаю, я напечатал точно 1600-650. И, конечно же, нам нужно поблагодарить организаторов этого семинара, которые сделали лента в море Арифлейм в 2016 году. Аплодисменты им. Все приехали, всех расстелили, всех накормили. Благодаря этим ребятам. Спасибо, дорогим спикерам, всем, кто был. Друзья, пару слов. Ну, вы уже поняли, что у нас необычный семинар, да? Мы забиваем на некоторые вот такие вот, ну, забиваем это слово. Мы немножко убираем всякие формальности, чтобы оставить больше времени для главного. Для общения формального вот такого, да, спикера с аудиторией. И общения неформального везде. В бассейнах, в номерах, в море, в горах, на лошадях. Везде. Друзья, несмотря на вот некоторые, скажем, особенности, вот мы же не жалеем, что мы в этом месте, да, именно в этом отеле. Мы рады, нам нравится. Спасибо, мы тоже рады, что мы здесь. Друзья, ну что ж, принято подводить итоги, да, естественно, благодарности вам, что вы приехали, благодарности спикерам, что выступили, мы их послушали. Благодарности нам, мы сделали мероприятие на 200 с чем-то человек вдвоем.